здрасте товарищи в эфире лазер-шоу 3 дебила у нас сегодня будет умеренно длинный подкаст умеренно умеренно мы обсудим целых как минимум два фильма а может быть даже больше мы обсудим во-первых министерства не джентльменских дел 3 посмотрели все это понимая раз уйти обидел который выдаваем посмотрели что-то по моему мнение я решил были ауле нет нет а все значит два фильма ну тем более ну и новости разумеется само собой всем напоминаем что ежели вы хотите с нами быть вот так сказать всю дорогу все обсуждения в понедельник это замечательно это нужно присоединиться густи густи . то слэш лазер-шоу потому что если вы будете на нем нас поддерживает у вас будет прям прямой эфир ранний доступ все такое прочее у нас обычно вообще уже предфинальная версия подкаст уже во вторник вообще лежит где-то там в чатике в чате кидаются вот так что заходить подписывайтесь если вам спасибо если вы хотите с нами быть до конца ну и скажем спасибо людям которые у нас принципе поддерживают наши главные спонсоры это дружелюбный сосед свиньи пепла и не компонерна личность клуб поклонников кузьмина херте в жопу странный урод алексей пазников алишер курбанов а также еще два человека который мы предполагаем что же присоединились именно к нашему подкасту потому что кое-кто дрыхнет не будем показывать пальцем это лев и он нам актуальный список спонсоров не скинул мы предлагаем что это василий маркин наш новый спонсор и человек с очень длинным именем теоки киоли стрелла фон максимум 3 пожалуйста хочется верить что мы ничего не напутали а если напутать длина от лев и шлите к панамку хуев это нормально если мы что-то напутали напутать на это правда ну следующий раз обязательно всех назовем еще наверно спасибо большое товарищ что ошибались практически все до литика не к черту а и у нас через донат просто донат каши йокси или йохи я не знаю ясо йоси ну хорошо йокси знать он на 500 рублей спасибо большое даже без комментариев даже ничего не спросил получить ну может опрошу мой постоянно на тысячу к сетюба да а отлично замечательно спасибо что присоединились из донати да я просто скажу сказать что было желание посмотреть новый фильм же года ван дамом но я не хотел это сделать один думать может еще но никто больше не стал такой ну ладно чем буду смотреть фильм же года ван дам и там же еще появился в цифре онегин матерь бога нет тут тем более ты остались почему ты сказал что он скучный васит как что-то фееричное говно фееричного говно это было еще куда ни шло с другой стороны дома можно смотреть со скоростью в два раза выше даже у всех будут голоса брондуков можно делать что-то сделает фильм еще веселее да только лучше заметил сладу я бы сказал сказать что сарик внезапно начал какие-то войны в своем инстаграме снимать то чтобы я их смотрел но это было очень странно войны ну знаешь это примерно когда она разыгрывается а и там типа что ты делаешь когда твоя жена и бет твои мозги что-то в этом роде ты сидишь там не знаю с постным рылом какой-то такой вайн дай не знаю может быть жена заставляет свою инсту раскачивать черт его знать не могу понять как бы но все равно знаете как еще одного режиссера будь какой-то еще одного режиссера который записывает в инстаграме вайды я верю что сарик один такой знаю я тебе уже фильм с тобой в главной роли снял а тебе все молотка я хватит мне полнометал я хочу я хочу быть как паша микус это очень старая ссылка илья в курсе илья в да что это что это старая ссылка была проверка на стариковость мы с полиной шли и разговаривали зачем-то вспоминали старых комиков из старого аншлага не ну как так как так получилось почему-то да я не знаю я такой а не что а если я понял с чего это началось мы шли мимо бани там вышли трое таких довольных разгоряченных мужиков я смотри полида мужики только что вышли из из бани радостность сидели одни голые как горячие такие потные и им все нравилось потом такой ну и морды у них красные полида к это откуда игру ну там же был комик в аншлаге который все время ходила говорю что мы идем там морда красная там их было двое один одного звали ян орлозоров который до сих пор помню его имя фамилию который такой типа помню помню ну мужик что там ты мужик и 2 который михаил евдокимов михаил евдокимов точно я его помню только потому что он избирался губернатором а потом разбился в катастрофе насмерть извините это было такое дело да по никакой никого не помню грунт уже помнишь как зовут ведущую аншлага такая конечно помнишь скрепная как я в этом заключается русскость помнить то что кто такой на самом как зовут имя фамилию ведущий аншлага да янар лазоров ефим шифрин по моему как он не ведущим как клюшник был по моему вокруг смеха и что-то еще ну разумеется ваган еще он же тоже там он был главный многое везде где у него была смех панорама какой-то там разбитый зеркал все кривой зеркал кривой зеркал это тоже к сожалению я перестал смотреть и каждый раз когда я видел эту шайку лейку я смотрел название там был уже не аншлаг какое-то новое название каждый раз кой чего блять почему ухо не переименовываются нет просто разные передачи так прямо ну вот жуть а еще я видел даже лавстайл я видел в интернетах какие-то парочка видео из кого-то шоу где все почему-то обсирают нашего любимого дизайнера артемия лебедева и не знаю что такое но это это существует а но это новая юмористическая передача типа квн со звездами то есть там все номера это именно стэм со звездой я так понимаю и прошлый раз там лебедев обосрал этих венчиков каких-то и а это такая игра типа comedy club а то есть там можно пошлить и они вставили видео я не знаю ты это видел или не так какой-то фрагмент его интервью где он рассказывал о том что он пробовал дотянуться языком до члена старая тема не я видел ролик про то где пошутили над его именем фамилии на тему петухуев то есть когда александр левый пытался угадать его фамилию пришел к петуху его рассказали угадал но нет в общем этот это было так дебильно что даже посмеялся хорошо все можем продолжать и или у миши слишком важный звонок да мы не мать отвлекаем между как бы ну значит регина дубовицкая петросян сплинтеры да да дальше я не могу это тебе ждать уж сам по этим больше не шутил кстати ордене по виска действительно прическа похожа на прическу и пилоне да такая кудрявую басуха все зарян это мне там это монтаж все такое прочее вот нужно взять сейчас говорю когда могу перезвонить завтра мы там ближайший монтаж на 20 тысяч ложки с детской у нас повесить одно повесить другое там карниза хуиза и прочее видео видео монтаж а вот этого термина это спецэффект это новая версия одова премьера или автор эффект фаналкад ильяр что со своей виндой блядь фрора да все фаналкад монтируют нормальные люди четкие пацаны конечно никто конечно конечно и у нас лев написал таки спонсоров василий маркин фогги феликс и другой иван рыбаков ты толк наш на очки имба зиба спасибо очень приятно спасибо очень давайте по поводу новостей поговорим киношный самый по моему мне кажется интересной новостью и сам противоречивая разумеется было то что студия ворнеры они раньше говорили что они собираются снимать новые фильмы усиленный усиленный колец которые связаны предыдущие с тем что пита джексон сделал теперь это стало известно кто будет режиссером что он будет снимать какие youtube ролики нужно удалять в общем внезапно выяснилось что самый интерес становится режиссером фильма фильм с рабочим названием охота на голлума дайте по что и две тысячи двое шестом ориентировочно выходит первый фильм там какой-то еще второй в планах но они совсем чупами не сказали все все это будет видимо продюсировать каким-то образом творчество контролировать петер джексон филиппу бойенс и фрэн волш то есть эти люди которые снимали первую трилогию потом снимали дороги у хоббита потом сейчас они будут снимать эти фильмы не знает ли мне не снимать контролировать насколько они именно вот управляют всем и вся являются ли они таким своеобразным кевина фаги или какие у них функции может более представительские но что имеем то имеем первый фильм охота на голуба 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 с анди серкассом в роли режиссера и в роли разумеется испанси на главной роли когда иду там все еще ну да ты вот продюсеров перечислял и мне сразу вспомнился монолог из фильма матрица 4 из начала где-то продюсер такой говорит знаешь мы сделаем продолжение с тобой или без тебя но обязательно сделаем и вот здесь также эти продюсеры все присутствуют конечно это очень хорошо но не очень понятно да действительно какая у них роль а фильм ну что-то как-то доить франшизу надо вот они по мне не самый худший вариант доение они выбрали причем это мне кажется начало доения до проба пера первая дойка мне кажется что фильм про голуба чтобы там не происходило он горели будет супер дорогой что-нибудь в районе там каких-нибудь 100 миллионов вряд ли больше на на 120-130 зачем еще и о чем это будет мы знаем как голуба родился да он там другого хоббита нашел кольцо другого хоббита удавил и ушел рыбу есть ну вроде как фильм будет с момента встречи с бильбо до момента встречи с фродо слушать только что голову идея пришла как это будет как это можно нарративно подавать элайджи вуд пихает его с обрыва он летит и вся его жизнь проносится перед его глазами сейчас как бы он такой довольный с кольцом как угодно летит с кольцом и вот и начинаются какие-нибудь моменты из его жизни ну сейчас расскажу когда шел до этой жизни и пошло поехало ну учитывая что у голуба много было событий в его жизни да она достаточно продолжительно и кольцо же его шин продлевала его и он его бильбо и у него отнял он там бегал его поймали его пытали он убежал его кажется этот господи боже мой гэдальф встречал допрашивал тоже так что у него можно видимо много событий но как это подать в плане с точки зрения сюжета учитывая что мы знаем сначала знаем конец какая арка и вообще какое-то не знаю развитие персонажа может быть я этого не могу понять как бы с трудом шметь и приквелы редко кому прям сильно нужны вот кроме шуток на мой взгляд самым прикольным было бы решением это просто продолжать в стиле на колец натурально продолжать с другими персонажами там еще с кем-то с некоторыми старыми персонажами рыжевые в общем а вот это вот опять давайте про голуба в тысячу раз расскажем ну более не знаю там горбатая гора легалас и гимли пожалуйста дома дух они такие непохожие но москара оскара 10 оскаров и давненько не давали в стиле на колец оскаров вот дадим наконец ну блин я не знаю ладно может быть действительно стоит точки зрения что она будет не сильно дорогое это же не трилогия один фильм видимо дать я дать они будут делать продолжение еще на истории 300 миллионов и другие цифры знаете 400 меня другой интересует учитывая что петя это понимаю скорее всего достаточно расстроенных чувствах распрощался студии ондеров из-за того что выставляли делать об этом неприятные вещи до из врачей на нашем то смысл ну ладно там поменялась компания ну не господи руководящий состав там были одни теперь там это дэвид заслов сидит страшный ужасный окей там другие люди теперь они же должны были как токи они могли бы заплатить каче большой большой деньги ну или пообещать что у него действительно будет контроль на развитие ну ну должно же было быть что то что его привлекло он же мог спокойно сказать типа нахер нет не надо мне это не надо я не хочу этим заниматься моей жизни было столько властелина колец что никому так не пожелаешь но то есть все равно как что-то должны ли они ему согласился какой бабла я не вижу как это могло случиться кроме как ему дали и бабла и пообещали полный контроль творческий вот это и другое много денег само собой да потому что ну им нужен питер джексон потому что без питера джессона вот эти новые властелина колес нахуй никому не нужны будет особенно на фоне колец власти да когда посмотрите посмотрели поначалу но потом там просмотры сильно упали все такое прочее и все хотят типа вот верни порядок наведи петь и приди без него просто нет никакого смысла так что много денег и контроль поэтому в частности наверное вот говорят один фильм про голод вот хочется ему сукнаем про голод личное снятие контролирует процесс еще это напоминает достали ты сказал что интереснее было бы если они продолжали снимать сиквел до напоминает подход то что делали звездные войны мы не будем снимать ну то есть больше ударение в прошлое нежели чем но костер на не снили они сняли развитие дальнейшее а не особо кому в конце понравилось таки следующий фильм про властелин колец снимает район джонсон что шутки про мамку начнутся что что нам взять а потом возвращаемся опять каким-то образом кроме шуток у нас эта трилогия была была у нас трилогия приколов была хобби была раян джонсон эффективно закончилась как как блядь и слишком много западений трилогия потом примем возвращение хоббита последний уже спин-офф и пошли понимаете вот вот что нас ждет следующий фильм будет про то как там отряд каких-то не знаю хоббитов пробирается мордор кладет планы мордор действительно хоббит один раз антис орлов можно снять спин-офф типа они там воевали где на другом фронте поэтому не прилететь все это время они конечно могут поступить еще более лизуистские взять рассказать то же самое что сейчас пытаются делать амазоне только лучше нормально и они рассказывают что что то что толкин придумал да как добавляя свое но сделает отвратительно там да там галдриэль мучит мутки с уроном до секси с уроном но бы сделаем это правильно бы сделал по нормальному я хочу что-то спиздили ровно один момент который мне понравился это когда вот превращается в мордор вот это вот место когда вот там извержение вулкана да и потом покажется место и появляется надпись мордор я когда смотрел кусками такой боли нет понравилось красиво может быть бессмысленно но красиво вот этот момент мне зашел в общем ждем все не все некоторые люди говорят что серкис достаточно неровный режиссер все таки веном там да бред карнаш или назывался фильм достаточно странно и что еще до этого фильм про могли вполне себе нормальный который серкис для снял но мужик какой-то еще момент если я ничего не путаю сцена когда бильбо крадет у голома кольцо обидеть там сетки снимал для типа ему доверили что но это как по тебя ты эту цену снять с ними во первых да во вторых он снимал это понимаю несколько целых сцен в хоббите он как режиссер второго звена по он там был он не блок там себя проявил так понимаю возможно поэтому они уже сработали с джексоном ну я предполагаю и опять же контроль был джексона так что я в этом смысле достаточно спокойно вот как раз другую за любую другую кандидатуру я подумал хуй знает чего ждать кроме кого-то крутого режиссера здесь эти двое уже давно работают знаю чё чё хотят друг друга сложить как по моему извините как то так я очень услышал что вот он он работал и работал нормально ладно опять же под питером джексоном мы всегда будем говорить что вот если бы например у него бломка по постоянно бы у него стоял питер джексон как это было в район номер 9 сегодня был хорошо но может теперь действительно петер джексон будет всю дорогу за энди сервисом и говори делай то делай вот я пошел посмотрел и действительно он на всех трех хоббитах был секонд юнит директор так что фактически за экшен за прочего из родной степени отвечал именно сервис прекрасно был хорошим местами тоже очень хороший лучше чем в оригинале ну не считая масштабности конечно когда масштабу пиздец все хобби были нахер не запоминающимися и нахер никому не нужны да 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 ну опять же давайте вспомним в 48 кадр как прекрасно смотрелось вот когда у нас легалас команда с народ хуярил вообще прекрасно было то там и сцены с бочками с гном металл очень хороший отбор на себя и медикам бельбач хорошо дракон изображал печь не отдельных сцены там да были на хороши окей до одобряем короче одобряем одобряем сделают пустой киндаге и вообще никакой делайте что хотите знаете что марвел оказывается новый марвел не жили хорошо или скорее как бы не лучше мурак хорошего короче но серия интервью связи с тем что 2020 год не самый лучший год для марвел не заметил контомания так себе капитан марвел 2 вообще самый худший собирающий фильм за всю историю говно сериалы и секретное вторжение но это как даже как бы не поминается потому что там просто все деньги выброшены на ветер они даже ничего не заработали наверное на прошлом году обсуждали нет нет прошлом подкасте нет я просто имею ввиду что в этом обсудим да еще в этом суде ну насчет того что в барвел по крайней мере не делают вид что все было хорошо некий да нет действительно все очень плохо мы обосрались но мы из этого такой урок извлечем да агратор все почистим первый урок а то что меньше фильмов меньше сериалов то есть речь если раньше был там четыре фильма пять фильмов шесть сериалов нет мы от этого отказываемся максимум два-три фильма максимум два-три сериала и у нас комментариях правильно заметили что это хорошо меньшее количество продуктов позволяет лучше на них сосредотачиваться лучше контролировать и повышать им качество если что-то не то то же самое да товарищи кальки вина фаги просто перезагрузили количеством контента который он должен был делать и по фильмам и по сериалам и при том что ищите сериал они выходили в разнобой у них план нормального не было и то что сейчас он станет меньше это разгрузит и менеджмент и может он наконец начнет не знаю тебя делать лучше ну а сейчас они говорят да что тот же самый фаги такой а лучше быть неудачником потому что удивлять приятно лучше чем уделять и приятно мы же не просто как обосрались мы обосрались что потом приятно удивить правильно обделались как бы марвел проснись а это запланировано как бы да то есть это дома случайно не все-все да 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 все это то же самое и шон леви который снимает датпула на самаху говорит что сейчас сейчас мы выходим совершенно другой обстановке фильмы марвел уже больше не считаются как-то даром божьим хорошими да теперь обсловка другая и мы совершенно другие и все будет по-другому обязательно все так и будет конечно ну по крайней мере что я могу сказать по-моему 10 такого никогда не было деси всегда говорили все заебись все заебись а теперь так снайдер сазам 2 ура фигае отсюда нахер быстро зовите все все плохо клиент улетает и вскрывает вот и все там по-моему не было такого что да обделались да мы психически травмировали режиссера дэвида эра до конца его жизни теперь он будет ныть пока не отшат богу душу но по крайней мере но не с юмором относится и даже уже видите нашли рецепты улучшений меньше продуктов лучше качества лучше меньше лучше это как бы подумать ну слушай знаешь как бы опять же говорить а у нас случилось головокружение от успехов мы решили что раз у нас каждый фильм собирать там по мульярду теперь мы все проще говорят все мы поймали бога за бороду если не за что-нибудь другое и теперь все любой наш фильм это будет успехом нет сюрприз не любой не на самом деле нормально они все сказали что мы все поняли будем стараться по-другому нормально да это хорошо это же я доволен что это вот искренностью что они таки да 2023 год был не очень хорош мы думали 2021-2022 был плохим нет вот это было на самом деле плохо ну это искренность вынужденная все таки ну любая искренность вынужденная не всегда ну что точно ну сложно делать плохую мину хорошую мину при плохой игре да вот плохая игра вот хорошая мина получится да молодцы сыграли на опережение и теперь же нельзя сказать типа а чего вы думаете право от кем мы все хотели все сказали то есть я бы байк говорил то что фильмов будет меньше и управление будет больше главное когда мы увидим результат не знаю капитан америка с энтони маки это возможно кстати будет еще старая отголосок старого управления то есть я не знаю насколько у них получится починить этот фильм мне кажется не получится мне кажется да . отсчета это фантастическая четверка скорее всего да вот вот это все что это по идее уже должно быть сделано с точки зрения полученного опыта учитывая сколько разбой до откладывали то он действительно явно уже с нуля делается да и это уже по новым руководством и теперь если они с бэдом басрусом это уже нельзя будет говорить мы все учли нет не учли опять же у них выходят два фильма ну да хорошо капитан америка мы отбрасываем списываем мутилька абсолютно жалко даже это не маки серьезно а вот ну посмотрим что будет с блэдом ситнесс 4 я ему никогда не прощу видоизменен углерод второй сезон нормально нет сам это не маки он прекрасен когда не знаю нужно нужно играть комедийную дурачковую роль как например в этом в сериале твой стенд метал он там хорош он там замечательный там ему самое место пускай там сидит не высовывается я не расист всякий камень и камень и шоу он там к ю майк дэй дэй сэндвич если видели этот шанс нет на каком-то этом выступал и там с не помню кто с ним дискутировал квин латифа и он доказывал что вот мол если мы с тобой встречаемся то когда я прохожу домой будет будь добра майк дэй дэй сэндвич а он в том плане типа ну если мы куда-то с тобой уходим когда пустим и на тебя начинает какой-то говнюк лезть атака так что ты заходишь теперь сделал чтобы им дал по роже он такой вот правильно поэтому майк дэй дэй сэндвич понравилось нормально да он был смешной там было очень интересное интервью да я думаю с марвелом закончили как пока еще другая новость про марвел не появится в которой я вспомнил о том что сандра балка киану ривз очень хотят вместе с другом сняться пока не сдохнут то есть это было очень странное интервью одна такая да 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 нам конечно нужно еще где-то сказать пока я не закрою глаза и не покину эту планету и киану ривз такой тоже да так и сказано было и киану ривз такой да 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 я тоже очень хочу пока не помру еще осталось андра балок а где потом объяснили что ковид достаточно сильно ударил по сандре балок там у нее какой-то близкий человек видимо и у нее вот такой вот теперь образ мышления что-то быстрее сделать мы все смертным скором мы все сдохнем быстрее сниматься в скорости 3 что скоро сдохнем а все это скорости но хотят они снятся их такая химия такая химия замечательно ну все мы знаем мы смотрели и скорость 1 и дома озеро дома озеро да они хорошо смотрятся с друг другом и почему бы действительно не снять скорости 3 это же можно назвать скорость 2 сделать вид что у того фильма с лодкой его не был никогда не заделаться следующую скорость то разумеется так и сделают но проще мне кажется сняться вместе в джоне вики 5 джон век уже в той стадии где фан-сервис вовсе используют используются типы морфеус есть всякие моменты из матрицы то же самое можно уже расширить вселенную киану ривза всунуть во вселенную джона века и использовать вот эти отсылки вас в следующих частях да и сделает например всю историю джона века не знаю в самолете или в поезде и в автобусе чтобы ну чё нет больше обзор в автобусе с андрей балок да конечно почему напряжение всего фильма это не скорость боже с андрой быстрее пули было конце появился да 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 не было все там будем все вместе с андрой балок из канарис но их желание сняться вместе это конечно это хорошо это прекрасно вопрос так а господи мы говорим про фантастическую четверку и я мог бы сказать что там они нашли своего галактуса это актер ральф айнессон все знают известного актера ральфа айнессона финансон да это который это выиграл как у лондом ортуса это актер с очень выродительным голосом если кто-нибудь смотрел фильм ведьма с а не тело джой блин я вообще не смотрел и там отца который играл персонажа ну господи отец который был актер который играл отца а не тело джой вот 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 слова правильно поставил наконец-то вот это именно есть ральф айнессон у него такой был очень такой мощный голос опять же мы не знаем как будет выглядеть галактус в новой фантастической четверки на полагаю как в кодексом скорее всего то есть ну да скорее всего полный мужик с вот это вот шапкой рогатой и все но голос у него должен быть очень мощный и данный взяли чистить за голоса да то есть и возможно он будет именно озвучивать как енота они же обычных это делают они там клею тебе идти датчики и ты строишь это потом показано на персонажи сиджи так что может быть да может быть нет галактус какие у него эмоции пожру вашу землю есть хочу дать пожирать таки другую планету нашли главного главного злодея они даже взяли еще джона балки еще правда не пойти на какую роль ну посмотрим интересно галактус насколько будет объемным злодеем именно в этой части потому что это настолько масштабный злодей в рамках комикс вселенной что на нем может было строить целую стадию да то есть ты думаешь будем ли мы сочувствовать галактусу это будет уже это же нормально да вот мы смотрели с тобой обидел да и автор такие всем сочувствуем преступникам сочувствуем маленькой девочки вампирши сочувствуем ну чем сочувствуем а вот огромный мужику который летает есть вашу планету сможете ли вы ему сочувствуем к но он же такой голодный хочется кушать такой я просто хочу есть я убрать хочу и если ничего не путан конечно нужная консультация людей разбирающихся в комиксах есть же под история у персонажа который ну как бы галактус да и у него тоже как трагическая история о том что он не хотел есть планеты так получилось то есть он что-то сделал чтобы защитить свою а потом пошел жить я не знаю не уверен но обычно так делал все может быть все может быть там случае просто роль актера мало что что влияет скорее важнее придумать действительно мотивацию какую визуалами сделать тогда это подобно они уже сделали огромные сидж облака в серебряном серфере этот вариант пройден этого больше не будет спасибо большое да это так в общем у нас принес галактус и даже джон манкович представляете круто же было куча новостей этой неделе который с большим удовольствием писал особенно давались заголовки типа александр скандгард сыграет лидеры инки клуба квир байкеров например использование слова загмиссив не могу я дважды в новостях употреблять слова секс рад ну как-то нужно искать там актер который играл дурсли подростка который терроризирует галри поттера за то что он поддерживал lgbtq так было в сюжете неуверенно может на резерв там знала потом до что-то потом на роллинга на роллинг начнем и я помню то товарищ потом похудел очень сильно и стал вылететь снимался главным злодеем в вечный успех это бессмертный старый к старой гвардии он снимался и мы еще с бессмертная гвардия до бессмертной гвардии он играл главного злодея такой злодея был да там был какой-то бизнесмен который пытался их пытать ставить эксперименты и он еще был в фильме с кристином бэйлом про экрана эдгара она по где он играл это канал на по где они вели расследование да то что-то тоже снимался такие doesn't bring a bell в общем александр скатгард играет роль там нас уже прям целиком прочитать вот это все описание сейчас хорошо до милинг играет коллина с достемь чего парня который превратился за тюкан за тюканого искомного бывателя на потом жизни главного героя появился рейс неуносимо боятельный лидер клуба байкеров прощает коллина подбор слов неслучаем поверьте мне подагонисты жизни знакомиться обществе с обществом игривых квир байкеров на чем глубже колли погружается в мир это начинается больше сомневаться что быть пожизненным секса рабом такая уж прекрасная идея вы думаете вы думаете быть пожизненным секс рабом такая уж плохая идея может быть смотря у кого кого александр скатгарда может быть как бы да мне больше нравится как господи кинки клуб кивер байкеров это значит такое засчитание прекрасных слов очень хотелось поверить не ставлю в нем случаем гений кузьми надо спросить а что если все байкеры такие просто этот фильм раскрывает их подноготную полицейская академия нам и самого начала показывала с клубом голубой устриц что я подозреваю что там байкеры сидели слушайте ну как когда мотоцикл шумит за окном настолько что вы там просыпать себя в квартире вы что в первую очередь думаете пидор вы даже не задумывались об ответе а все это не случайно все это устрица пидор это все да 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 просто звенья их секрета которые просто фильм наконец-то раскроет в полной мере байки наверно должны быть благодарны наоборот такие вы раскрыли нашу ужасно родительную тайну как футураби слов когда они выяснили что огромные зеленые гусеница да такой газировку сам газировку не а здесь как бойцовский клуб только вот они катаются на мотоциклах и они шпехали о боже драка это метафора на сам я почти уверен в этом то есть когда вы видите драку в бойцовом клубе это скорее всего просто гейский секс ну да а ты думаешь вот они тут мотоциклами будут мериться это конечно не метафора что ли теперь главное главное чтобы нас не слушали байкеров а потом эта запись нигде на ком-то клубе не проиграли а потом нам приходилось бы прятаться сменить фамилии лицо и все остальное я не такие вы зачем нас раскрыли вы чего на и дашь ты сюда проживаешь куда науки байкеров был же этот эпизод с южным парком где они такие что где можно называть байкеров физиками и это не является как бы ну оскорблением смысле комосексуалисты типа билер но это не потому что он комосексуалист а потому что он на байке делает секретаром пишет на самом деле обслуживание байков и мизин стоит столько что плачетом может только продав свой зад как байкер говорю еще нас два донат мы про кинки байкер закончили мышей из срок марша все уже детство разрушил инки миши мы же программисты шире геша отправил 250 рублей и пишет всем привет и хорошего стрима спасибо 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 как думаете что при вставании в играх принципиально отличается от гнило и не может быть повторено фасоль в портал портал который находишь сам что-то похожее на помню очевидный ответ это интерактив который если кино добавлять так как она хочется в играх то это будет игра то есть это будет уже не фильм конечно что-то другое я представить не могу вот ну и тот факт что это вид от первого лица это тоже некую дополнительную иммерсивно создает в кино такое воспроизводит кино такое воспроизводит так что это не считается я всегда считаю что в играх это ну абсолютно другое ощущение самый такой яркий для меня пример это last of us где одну и ту же историю но история идентична что в игре что в сериале но допустим во первых сцены скажем так ужастиков когда ты в игре должен сам лично убежать от монстра или победить или как-то среагировать это абсолютно другие ощущения а еще вот концовка когда там ты бежишь делать нехороший поступок в игре мне очень запомнилось потому что я эмоционально проникся вот в той сцене финальный как бы убивал врачей сам то есть такой типа блять я убью вас но я не хочу на я это сделаю и сделать ну ты сам как бы нажимаешь на курок и это ну по мне другие ощущения чем нежели ты смотришь как ну человек это сделал сделал а еще один из самых запомнился мне интерактив в играх это в первый босс в год of war 3 когда ты персонаж на экране берет его лицо и большими пальцами надавливает на глаза и чтобы это сделать ты должен надавить на стики на джойстике это такие ощущения офигенные я такой ебать ты должен сам надавить чтобы выдвить глаза это просто а там еще и сцена страничком и ты такой квадрат квадрат угольник о да все как в жизни секс я хотел сказать что во первых конечно фильмы не длятся там по 20 часов чтобы в основном сюжетами не закрыть да не нужно выбивать платину не обязательно там обычный квест выполнять приходишь такой на фильма студии sony такой типа а ты оформил свой поясы накрутка вот тебе деньги за билетом короче интерактивность и нелинейность две вещи которые не повторить фильмах а если повторить как следует повторюсь это будет не фильм а уже игра натуральная ну да лишь пытались сделать в джебе уроки на нетфиксе когда ты мог выбирать ну да 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 приходишь на русский фильм с незнакомкой как я заставлю показать мне сиськи извините это дополнительный контент не показывал еще один альт уже еще покойница кошки юрия отправил правило 300 рублей спасибо я глубочайше травмирована вторым сезоном видоизмененную угору почувствуем моего человека как выдает и маки трогал нас у разных капитан америка 4 не вышел до ваша ведь истории повторения был шикарный белый мужчина крис эванс ну конечно не как его там из помогите мне киноман кидают киноман да киноман потом бац вот ну как так то одеть то же самое белое его там сушь такой удачки такой чё так все черное к просто экранизации очень хорошо выжать на донат что сделал переход на то что кто не знаком с игрой папе playtime кто-нибудь в неё играл нет нахер то новость это чё я выбрал то господи в жопу иди студия legendary которая делала дюну и разумеется гадилу серию пригодил большие деньги собрали увидели сколько денег заработал пять ночей с фредди и решили взять себе тоже известную тоже инди разработку которая стала популярна уже три части куча мерчандайса история про то как мужик работавший на игрушечной фабрикой приходит на игрушечную заброшенную фабрику а там все игрушки стали ужасными монстрами и надо как это пережить то есть как это отличается от сюжетного точки зрения 5 ночи с фредди тоже пространство ожившие аниматроники для нас это никак не отличается до нас это никак не начали игровиков наверняка там совершенно разные игры процессы там ты сидишь там что-то закрываешь двери что-то там еще делаешь действий решаешь гаджеты это вообще как бы переключение от первого лица но плане истории когда опять же опять же вот жанр что мы не сказали может быть кем угодно в игре но фильме он там не знает нельзя сделать стратегию в реальном времени в фильме не получится warcraft пытался все равно пришлось про персонажей делать хотя там были моменты к типа о общий план мышкой двигаешься так что вот пожалуйста вернее товарищ из легендарь тоже хотят снять маленький ужастик и собрать небольшие деньги по тем популярного франчайз у нас там пошло подкасте у нас спрашивали почему не делают ужастики наш такой наши так вот надо совместить у нас есть какие-то популярные видеоигровые ужастики мор мир смерти это же полярный лада racing club популярно уже по нему тоже можно пожалуйста давайте объединять делать смута тоже ведь ужастик я понимаю много людей у нас 0 когда надо там люди под водой плавают и не умирают это можно экранизировать и не сомненно так что пожалуйста надо просто совмещать коммунизации отечественных игр плюс жанром хоров да и на озвучку гуфовского тогда мне кажется это будет иметь какой-то шанс знаете бы было самое разочарование странно вот прошел евровидение и таки я уже привык к тому что не знаю гуфовский уже не делает свои обзоры да это конечно преступление про чай что до сих пор на пересматриваю эти старые особенно у него хорошо получилось про украинский и даже помню какую трансляцию себя на твиче не делал по крайней мере не замечал чтобы как-то это обозреть прокомментировать я вообще не понимаю алекс ты чего ну серьезно как бы ну ладно ролики ты не делаешь но можно было там твич трансляцию с комментариями как так-то я не понимаю чтобы не было не наплевать на евровидении но не наплевать на гуфовского не заплевать понимаете бэд питт собирается снимать он снимается фильме прогонки и это дело уже говорят стоит 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 больше 300 миллионов мне немножечко жалко тире обидно потому что это сильно снижает вероятность окупаемости вот одно дело когда косинский снимает орган да это известный франчайз там крузом да можно забрать 14 миллиарда другое хотя бы тоже известный актер хотя гонки формул один ну нет там все-таки боевик боевики это же сам популярный жанр который собирает ну миллиарды там сейчас правда конечно там барби есть и open gamer но в целом равно чаще всего дюна можно сказать тоже боевик до фантастический тут как бы я не думаю что брэд питт поедет в незнакомую страну уничтожать их секретное оружие то есть я не думаю что фильм про это чтобы ну сыграть скажем так на этом поле а представляешь огромных гран-2 место самолетов гоночные болиды формула 10 такие самолеты сука просто не пролетят мы ходили план гоночных машин должны проехать так господи бы кто-то придумал я просто не так сделать все если сделать такие присъемки то тогда этот фильм имеет шансы на окупаемость а вдруг косинский снимет гонки так как например дэнни вильнёв снял в дюне 2 поездку на песчаном черве то есть вот тебе в лицо еще в жизни лучше не видел меня песок в странных во всех местах то же самое с брэдом питтом на машине кукасинский шамаршо получается снимать на такие сцены как нет скорее всего это будет очень круто я писал в новости что это просто фильм который попал под сценарную актерскую забастовку и из-за этого им пришлось прокатить съемки перенести на определенный момент и поэтому это может объяснять разрушившийся бюджет с другой стороны это деньги платит apple apple по-моему совершенно похер что фильм собирает в прокате у нас перед глазами пример убийцы цветочной луны и наполеона или скотта которые тоже там по 200 с чем-то ничего не собрали ну слушай я бы не сказал что им похер то есть говорят что они до неудачных сборов собирались все-таки выпустить режиссерскую версию наполеона там четырех часов у ли еще что-то а потом посмотрели интерес у фильма его оценки и сказали в другой раз то есть нет им не пофиг муки хорошо может они просто такие никто не захотел смотреть мой фильм ригли скотт полнометражной версии еще будет меньше людей которые захотят посмотреть его формате мини-сериала руки хорошо они просто стали больше тратить ну короче надеемся на то что во первых и не такой большой бюджет и соберет бехера пока все это слухи будет хотя бы 250 неужели ты думаешь твиттер как от twitter канала из пнf1 будет набрать я уверен никогда не врачу и мы сейчас начинаем это первая по моих новость про кино хоть какая-то конечно они будут врать то что он переводит 300 миллионов ну конечно заголовок потому что самый дорогой фильм в истории такая же на малуха до чистой воды у нас донат еще один а глуховский отправил 250 рублей со словами ты потерял наушник потерял наушник и потерял наушник да гуфовский помочь им прижал когда этот песенку спер один большой объемный любитель apple и катающийся да да серьезно и по моему никаких ему ссылок не дал вам покажется а скотина какая да небось катался еще на самокате прогибающимся под ним и напевал ты потерял блять потерял блять не стоит прогибаться под устойчивый мир высоко прогнет его за вас именно давайте поговорим о том что хотят снять фильм про то как снимался фильм как снимался рокки 1 потому что фильм просто рокки 1 как сильвестер сталлоне очень тяжело продавливал фильм не потому что никому то не нравился его сценарий старый финал не всем нравился в этом фильме совершенно не нравился потому что пойти половина лица не работает дефект фикции еще страшнее чем не знаю у меня и зачем тебе там сниматься снимать в этом в итальянском жеребце там тебе не нужно лицом играть а здесь нужно он такой я хочу в общем и и практически ничего не получив насколько я понимаю за свой сценарий тем самым обеспечив себе главную роль то есть заработать на продаже но решил что не буду брать денег много просто вот снимусь и чем будет а вот чем будет огромные деньги оскары и теперь про это хотят снять фильм про то как вот про превозмогание сервестра сталлоне в съемках руки раз вопрос там сервестра сталлоне как к этому пока что никак а зачем если если там не будет это будет иронично а потом они сделают а знаете сколько было неудавшихся дублей на первом роке вот не поверите миллион потому что нормально ничего выговорить не мог в общем интересная идея и снимать дело это дело питер форелли который в принципе можно снять фильм про там где джон сина поет про хер и перепевает хиты про хер и но одармен он может снять фильм типа зеленая книга и например как там господи мужик день там за это за поездка за пивом по моему ты же смотрел можешь смотреть кино про да 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 так что он может и в драму и может про комедию не но он чередует да то есть он такой типа все недавно снял говнокомедию теперь можно и чем в плане наград присосаться потому что ну вариант мне кажется очень хороший вот плане оскар байта у вас фильм получил оскар как как насчет так фильма который получил оскар так и поэтому и нельзя стало набрать а то вдруг он оскар и получит помните когда вышел крит из кита талона так сыграл что он точно получит оскара и сталоны пришел на оскар и ощущает что получит оскара а знаете чтоб получил столов ну такой хуй как было такое очень жалко столов доме а был бы хорошей такой оскар например человек которые получают оскар получает оскар а те которые номинированные но и выносят такие позолоченные хуй отправляется домой типа я обладатель 10 позолоченных херов тоже примерно потом можно их обменять например 15 на одного Оскара. Интересно, кого они возьмут на главную роль? Кого? Я не знаю. Интересно, кого они возьмут на главную роль? Это был вопрос. Я такой, знаете, кого они возьмут на главную роль? Я такие, да, кого? Я говорю, не знаю. Они говорят, что мы тоже хотим найти актера, которому тоже нужен big break, что ему нужен большой прорыв. То есть он где-то есть, но большого прорыва у него нет. Я думаю, Торис Димсон. Хорошая идея. Хорошая, хорошая, хорошая. Давайте, зовем его, он постоянно ноет что-то где-то. У нас же можно две новости про бокс связать. Есть фильм про Рокки, а есть женская версия Рокки. И с кем бы вы думали? Не с Винни, разумеется. Ей же драться неудобно будет. Ты по поводу ее груди? Да, актерских перчаток, блин. А как это вообще работает теперь, когда ты сказал, как это работает у женского бокса? Потому что, например, я представляю, там, мужики долбят до друга там в районе груди. Ну и что, это же ничего не происходит, да? Ну, грудь и грудь, как бы, а у женщин все же как-то по-другому должно работать. Они бьют в лицо. Они такие, по сичкам не бить. Они такие, женская версия бокса. В лицо можно, ниже лезать нельзя. Ну, тоже хорошо, хорошо, да. В общем, собирается очередную снимать душищипательную драму по мотивам реальных событий про звезду бокса 90-х женщину, как говорят, привлекательную, симпатичную и вообще умеющую драться. И Сидни Суини возьмет на себя безднасти и главную роль. Разумеется, там еще будет темная страна ее жизни, вещества, попытка суицида, токсические отношения, все, как мы любим, как бы, да. Кстати, уроки первого, вот этого, по-моему, не было совсем. То есть, суицида, токсичных отношений и веществ. Просто он там хотел получить чемпионство, ему это хватало. Поскольку здесь реально жизнь, здесь это все будет. Ну, и Сидни Суини такая, что я в детстве занималась с кикбоксингом, борьбой. Блин, кому-то повезло в детстве с кем-то боксировала и дралась Сидни Суини. Вот же, вот же Суини. Люди постоянно по какой-то странной причине в клинч ходили, типа, о-о-о. Ну, типа... Вот, типа... Именно так. Именно так. Если кто-то не видит, я его забыл. Я только... На слушающих я его забыл в отвербол, который ты использовал в клинче, как бы, да-да. А, боже. И этот самый, как его... И судья такой, так, запрещено мотерборд использовать, запрещено прием. Если когда-нибудь будет бокс между мужчиной и спортсменом, и женщиной, я такой, типа, так, я хочу чистый бой, никого мотербординга в клинче. И мужчина такой, ну-не-не, бросай белую тряпку, я, сука, не согласен. Уходит как-то. В общем, да. Но она хочет, наконец-то, в драматичные роли, чтобы как-то... Сейчас все, там, Скала драматичную роль себе сыграет Сидни Свинни, и все они, кстати, как раз играют борцов, боксеров, рестлеров. Ну, пусть. Дело хорошее. Допный жанр. Опять же, про превозмогание, про драму. Опять же, экшен есть, кто-то бьет. Сейчас как-то все очень печально, да. Ты представляешь, когда-нибудь, допустим, через 10-15 лет кто-то захочет снять драму про то, как старый Майк Тайсон бился с одним из этих братьев Логанов на ринге. И ни хера, и ни хера, это же неинтересно, ни фига, как бы. Так уже цирк с конями, зачем про это снимать? Ну, как он откусит ухо, наверняка снимут когда-нибудь. Ну, да. Историю падения какую-нибудь. Ухо. Все уже, по-моему, забыли про это. Историю откушения и падения. Ну, короче, посмотрим. Посмотрим, как это будет выглядеть. Как бы. Женщина дерется прекрасно. Женщина с другими женщинами, как бы, да. Такой, может, еще, что в грязи заболеться. По мне, вот, сидни-свинни, она, как человек, она очень офигенно хитрая, и не считая мадам паутины, у нее нормальные, хорошие проекты прям все. А учитывая, что она такая, типа, вы знаете, как эти проекты у меня, ну, взялись благодаря мадам паутины. Не, 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 ну, кроме этого, разумеется, да, она же говорила, что мадам паутины, это был мой успешный шанс побыстрее, поближе подмазаться к руководству Sony, и этим самым запустить кто угодно, кроме тебя. так что, да, у нее-то все в порядке, у нее, она... Удача ли во внешне, хитра внутри. Именно так, хотел сказать, допустим. Обыграла к панотам, обвела вокруг пальца, вот и все как, да. Развела калахов. А что сделала Дакота Джонсон? Ничего, потом жаловалась долго очень. Агу. Короче, у нас донат еще один, и потом нам нужно уходить на... уходить от тех, кто нас не поддерживает. Да. Программисты Шерегеша отправил 250 рублей и пишет, Илья у себя в телеге посоветовал канал Кино Огонь. У них есть целый лист о том, как разрастался бюджет фильма, начиная с 50-х. Мы часто очень мало знаем процесс съемок, иногда это смешно. Ну, спасибо за совет. Вот, из донат разумеется. Много хороших видосов, да. Да, да, да. Прошел. мы со всеми попрощались, кто нас не поддерживает почему-то. Да, да, да. И теперь только с теми общаемся, кто нас поддерживает. Как мы обычно это делаем, как бы, да, понимаете, так. Ты нас поддерживаешь на бусе, нет, я с тобой не общаюсь, все, вопросов. Именно так. Продолжаем. Продолжаем. Тут у нас было одну ладу трейлеров. Опять же, стало известно, что скоро начнутся съемки Критика Фурии в этом году. Очевидно. И если они начнутся в этом году, то, наверное, там, опять же, Дэвид Туи снимает, а, Виндзиль так или иначе вернет все-таки финальный Форсаж, а финальный Форсаж собирается снимать в начале следующего года, то есть они, значит, небольшое окно съемок у Ридика Фурии, там, не знаю, там, четыре месяца, ну, должно хватить, на самом деле. Люди, любящие Ридика, пожалуйста, продуйтесь. Четвертый фильм, это будет история, как главный герой Ричард Б. Ридик отправляется на свою планету, увидит, что там, он-то думает, что он единственный оставшийся фурианец, как он ужибается, там еще фурианцы, ну, будь здоров, лопаты ешь, они там все выживают. Вот он там тоже, наверное, будет выживать. Как он там будет делать? Окей. Ну, посмотрим. Я читал в Твиттере забавное наблюдение, что фильмы о Ридике выходят раз в 10 лет. Ну, не раз в 10 лет, а, типа, в каждом десятилетии есть свой фильм про Ридика. То есть, четвертый фильм, ну, первый вышел в 90-х, второй в 2000-х, третий в 10-х, и этот уже в 20-х. Ты смотри. Вот такая медленная франшиза. Чего, а куда им торопиться? Он, всю скорость, которую у него есть, он реализует в серии Форсаж. А Ридик у него, такой, с чувством, с толком, с расстановкой. Адусно. Стройная теория, только немножко неправильная, потому что черная дыра вышла в 2000-м. Ну, ладно. Ну, все, ты из дыра ты его испортил настроение, как бы, да, теперь, да? Ну, что, доволен, да? Сука, на год бы раньше. Такой, на год. Такой, ну, ушли, такой, а они еще не видят, не верили. Ничего, ничего, точность важна. Ну, снимать-то они начинали, наверняка, в 1999-м, наверняка. Тогда, вот, меняй формулировку, съемки фильма про Ридика были раз в десятилетие. Все, пожалуйста, утрись. Хорошо. А знаете, какие еще будут съемки? Ну, мы уже про это говорили немножко, что Джордж Миллер, у него есть план о том, как снимать следующего Безумного Макса, который тоже будет приквелом. И события за год до действия, до сюжета Дороги Ярости. И он такой, если Фуриоса нормально все будет, сразу и начнем. А он такой, а Том Харди будет? Он такой, хе-хе-хе-хе, как звезды сложатся. Конечно, будет. Куда ему деться? Все, Веном 3 заканчивается в этом году. Разумеется, Том Харди свободен для того, чтобы уехать в Африку или где-то. Оставлю будет это дело снимать. Я подозреваю, что Фуриоса нормально денег соберет. Хочется верить. Сейчас не так уж много фильмов уходит, которые бы... Не знаю, фильмы про пустыню должны быть успешны. Больше. Да, это правда. И собери про обезьян тоже. Так что, возможно, стоит добавить в Безумного Макса немножко обезьян. Че нет-то? Действительно. Что такое? Нет, я согласен, интереснее будет. Муж наконец-то окинул на золотую медальку получит. Естественно, вряд ли, конечно. Или наоборот, клиника. Я читал некоторые розовые поводы Фуриоса, кстати, смешно, что я сказал. Там такие, да, хорошо, но дорога ярости. Я такой, ааа, значит, это серебро-то не сянет. Вы такие, да, кино, ну, кино. Пригни в этот раз мы поставим кино, а все такие, блядь, ну на серебро-то могли начинуть кидорасы и опять все по-новому. Донеслось. А вы пересматривали Безумного Макса с тех времен? Нет? По мне разу, мне кажется. Вот, просто вот у меня впечатление, вот второй просмотр этого фильма для меня более, скажем так, больше впечатлений оставил, даже чем первый, поэтому... Начинается. После «Куреоза» и до... Просто всего один раз фильм смотрел. Да, да, да. Это как это, с доводом, да, типа, когда пресса пошла. Может, второй раз посмотрите, и здесь так же. Чем смотреть, если они один раз едут туда, потом снова обратно туда едут? Какие серверные выходы я могу открыть себе? Потому что машины делают взух, и там, блядь, офигенно это делают. Вжух. Вжух, и ты безумный Макс, и ты обезьяна. В общем, да, Джордж Миллер, конечно, он еще одно сказал, один момент еще сказал, что, в принципе, Крис Хемсфорд такой актер, что я даже готов с ним Торт-5 снять. И такие, Торт-5, и с Хемсфордом, и с Джорджем Миллером, режиссером, Марвел, покупайте-то, покупайте, ну, обезьян добавьте, чтобы больше ничего не было. Конечно, так много про обезьян говорю, потому что в Штатах планеты обезьян, новое царство вышло, и хорошо вышло. То есть все надеялись, что каскадеры будут первой ласточкой летнего бокс-офиса, а он оказался, каскадеры оказались, ну, так себе, по сборам. Чайкой. Да. Петушком. Бокс-офисный петух. Потому что каскадеры что делают? Ездят на байках. Да, да, да. Точно. А обезьяны на лошадях. Да, да, оказалось как раз ласточкой, ну, или обезьяны. Хороший денег собрала, политику хорошую собрала, по миру нормально заработала. Второе место, да, во франчайзе? Да, 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 да. Хорошо, хорошо. В общем, обезьяны молодцы, еще так сказать. И главное, учитывая, что у него бюджет, там, говорят, по 160, да, лучше было бы какой-нибудь там 120-130, но, с другой стороны, это такой франчайз, куда можно не брать известных актеров. Ну, блин, по-моему, самый известный актер там был в Индистерквице, но он был обезьяной. А здесь, в этом фильме, самая известная актриса, это вот эта девушка, которая играет Цири в ведьмаке. Преа Аллен. Вот, и еще все остальные, это актеры, которых... Остальные взаимозаменяемые вебезьяны. Да, там, и актер, который играет главного злодея, Проксима Цезаря, это этот, господи, Кевин Дюран. Злодей, господи, качок-злодей из Обигейл, который дебил там играл. Это вот. Да, кстати, и, как разумеется, он тоже вдохновлялся Элоном Маском, чтобы играть с этого злодея. Ну, хоть он снижался. У нас, мы переименовываем Обезьяний Твиттер в Обезьяний Икс. Знаете, почему он Икс? Потому что макак писать не научились, мне только вот так делать и все. Не зря, значит, вдохновлялся. В общем, да, так что хорошо, нормальный денег собрали. Ждем, пока у нас выйдет, потому что все, у нас пиратские релизы возвращаются. У нас на этой неделе уже Каскадер можно будет посмотреть. Да, в смысле? Ну, так все уже этот... Я и говорю, интересно, почему? Ну, во-первых, месяц прошел, во-вторых, предыдущие собирали, не так хотелось. У тебя миллиард собрал уже, сто лет тому вперед, все. Да, даже больше, если мы про бокс-офис, да, то, на самом деле, он уже 1,2, даже больше, почти. Да, почти 1,2 собрал, на самом деле. Он неплохо продержался, ему всем фильмам очень помогли, и, конечно, каникулы, выходные, точнее, которые с 9 мая связаны были. Потому что у нас там 4 дня подряд, считаю, были праздничные, вообще безостановочные, поэтому у него уже 1,2 есть. Ну, теоретически запас, запал, да, там, 1,3, 1,4 точно, мне кажется, имеется. Вот, там и этот летучий корабль тоже заебись, он там... Они все прибавили по сравнению с предыдущей неделей, по, опять же, по понятным причинам. А летучий корабль прибавил там в 2,5 раза вообще. Он там просто хуякс, и тоже за Ярт уже перевалил. Ну, как бы... Молодцы, в принципе. Ну, да, конечно, да. 1,1 у него, да. И вышел в этот Министерство неджентльменских дел в прокат у нас. Только вышел совершенно криво. Да. Я понимаю, да, то есть, вот он уже 10-го числа появился в цифре на Амазоне и выпустили. А у нас он... Вообще, вот этот хитрый схема кинопоиска о том, что вы за 1 рубль расширяете свой... Я такой, о, у меня есть подписка на... Нет, на кинопоиск. Я посмотрю Министерство неджентльменских дел. Хер. Не посмотрю. Мне нужно купить их версию большой кино, конечно, так называется, типа за рубль, да. При этом я получаю фильм и еще билеты на просмотр фильмов в кино, в качестве промокода какого-то. Я такой, ну, зачем? Опять же, я не знаю, в какие кинотеатры это сработает. Странно. И я и так уже получу фильм, и не прочее мне... Ну, в общем, кинопоиск захотел и... Перемудрил как-то. И рыбку съесть, и Министерство неджентльменских дел показать, как бы, да. Слушай, ну, рост у него неплохая, не идеально, неплохая, на удивление. Ну, Горич все-таки, и он там собрал вот на текущий момент 17 миллионов, это вот на сейчас, это понедельник, это как бы никому нахуй не нужно, но уже есть прокат, и тем не менее что-то собирает. Он сейчас на первом месте и раза в три собирает больше, чем сто лет там вперед. То есть, можете себе представить, что было бы, если бы Министерство вышло нормально, по-человечески. Если бы оно вышло натурально там две недели назад. Вот оно бы, я думаю, ну, три недели даже назад. Но он бы заработал прям очень хорошие деньги. Так что, упс, это не блиндаж какой-то. Это не блиндаж. Блиндаж еле-еле за сотку перевалил, сука, еле-еле. Сколько вот он пыжился с 25 апреля, пыжился-пыжился, три недели, болеет, сто миллионов. Браво, браво, просто браво, блин. На каком-то месте он, седьмое место он сегодня. Ну, ой-ой-ой, прощание, черная вдова, укус, хуя, какой-то, не ты, рай под ногами матерей. Сейчас я вдова укусила, хуя, тошная вещь. Да, укус смерти. Рай под ногами матерей, как встретил ее маму, столь этому вперед. Министерство нижентльменских дел выше вот блиндажа за понедельник, конечно, и не менее. Блин, тут позор вообще. Э, ладно, ну окей. Ну, это не наша боль, это боль кинотеатров и кинопоиска. Давайте дальше. Так и живите. Ну, опять же, в следующей неделе уже можно посмотреть каскадеров. А через неделю, скорее всего, уже можно будет посмотреть и планету обезьян. А через неделю. Кстати, мы даже, по идее, войдем в ту же самую фазу с безумным Максом Фуриосой. То есть, если там больше не будет эксцессов. Учитывая, да, еще немножко политики, да, нам же нашего министра культуры сохранили, эту женщину. Так что, скорее всего, все ее устраивает. То есть, все, что она делала, всех устраивало. Ну, и, видимо, скорее всего, никаких особых препонов насчет показов пиратских, я думаю, не будет в ближайшее время. Я и предполагаю, что не будет никаких решений, которые кинотеатры надеются. Типа, давайте легализуем. Раз не сделали за предыдущие, там, два года, то, значит, скорее всего, сейчас не сделают. Но, действительно, и карать, скорее всего, не будет. Ну, и норм. Ну, если все останется как есть, то уже и нормально. То есть, в принципе, не будет, как бы, как бы, да. На 9 мая и Новый год, так и быть, приживем. Да. Ну, главное, в том посмотрите, но. Да, да, да. Сейчас фильма быстро выходят. Тоже те же самые, да, на этой неделе, по 18-го числа, должен выйти эти прецеденты из НД. Так что... Да. На самом деле, фильм сейчас выходит так быстро, что мне даже лень идти на каскадеров или обезьян в кино. Ну, типа, они все равно скоро в интернете будут. Ну, скажем так, на обезьяны, это может, и не пойду, конечно, а вот на каскадеры схожу. К тому же, опять же, и на этой неделе официально выходит «Патон против всех», и 20 какого-то числа они уже упускают его на цифре. Ходить в кинотеатры, какой смысл? Потому что там полностью убит эффект. Его этого, наратора в виде игрового, который звучит в голове главного героя, потому что в оригинале там голос более выразительный, звучит интереснее. Так что, да, не нужно. А насчет бокс-офисов были списки фильмов, во-первых, самых провальных 2023 года. И кто ж победил-то, как вы думаете? Да, Вайдин Ван. Дисней, аж убытки минус 237 миллионов долларов. Нет, там самое смешное, что в топ-5 самых публичных фильмов 4 фильма от Диснея. Это пиздец. Они еще такие, да, у нас год не сдался, вы думаете? Марвелы, минус 237, Идиана Джонс, минус 143, Желание, это мультик, если что, как бы, не обосраться, минус 131, как бы, да. И Особняк с привидением, господи боже, минус 117. То подумал, что это хорошая идея. Да, да, да. Я не смотрел это самое, я помню, что ты рассказывал про Желание. Ну, 50 у него же бюджет был, господи, у Особняка с привидениями. Да, а у Желания было 200. 200, вы ебанутый, что ли? Да, Идиана Джонс, 300, да. Господи боже. И при этом Марвелы, по идее, как бы, ну, не, 218, конечно, да. 270, Марвел 270. Да, 270 доход. А, 270, да, 270, да, 270, да, да, господи боже. Это еще и МСМ, условно говоря, повезло, что у них доходы с ТВ-стриминга там. Ну, опять же, это Дэдлайн читал, да, он читал, конечно, местами примерно, ну, видимо, по какой-то информации от инсайдеров, потому что там цифры уж больно круглые. Там доходы ТВ-стриминга, Марвел 90 миллионов, Индиана Джон 120. Ощущение такое, как будто спросили у Диснея, Диснея такой, 120. Вот, ну, 120, так 120, да, вы же пиздеть не будете, конечно, в коем случае. То есть, натурально, это просто очень ровные цифры везде, абсолютно. Абсолютно. И домашнее видео то же самое, та же история абсолютно, примерно прикидываю, я так предполагаю, по каким-то там... Да, конечно, там же нету, никто же статистика не делится, разумеется, как бы, да. Совершенно верно. На The Numbers, по-моему, все еще ведется статистика по продаже на Blu-ray или там на цифре, точно не помню. Там есть вроде как инфа, она более круглая, но, видимо, этого там не было. Ну, и вот там просто маркетинг тоже прекрасный, особенно, ну, везде, кроме особняка с приведениями, на которые догадались не тратить очень много денег на маркетинг, в остальном сто с копейками. То есть, Marvel 110, Flash 120, ну, Flash, да, один разговор. Indiana Jones 120, желание, блин, 100. Кроме шуток, я про желание, ну, вообще... Ну, это же был мультфильм к 100-летию, Диснея, поэтому нужно было потратить 100 миллионов на... Какой из того, что ты рассказывал, того, что у критика, смотрю, конечно, Амсер получил страшно совершенно. Я такой, бля... Там все его ругали. Он в тренерах выглядел, во-первых, совершенно неинтересно. Неинтересно. А по сюжету он выглядел просто херней оказался, по факту. Херней спать такой его. Вот все считают, желание, он же там озвучивал, да, куча дерьма, а я еще раз пересмотрел, мне понравилось. Там тоже озвучивают. Поэтому желание. А проще расходы, мне особенно интересно, Indiana Jones 96 миллионов, это что, это там, не знаю. У Харрис на Форда палкой тыкать, типа, прижаляйте. Они же говорили, что деньги скидывали, потому что в кости расходы. Они говорили, что они там потратили больше на это, на спецэффекты, на омоложение и все остальное. Не, а это в бюджет входит. Это что-то еще, ну, покер, что-то еще там. Например, не знаю, я даже не знаю, как... Опять же, всякие задержки из-за ковида и прочего, это все еще в бюджет включалось. Ну, какие-то вот расходы прочие появились, хер его знает. Печать постеров, еще какое-то говно, я не знаю, ну, что-то там, ну, так, а души там, на самом деле. Только постеров напечатали почти на сотку миллионов. В итоге, в смысле, не помогло сбора. Почему? На Егену Джонс суммарно потратили 516 миллионов. Болует. Ну, они такие, ну, учитывая, что... На флеша 405. Они такие, подумали, такие, ну, разумеется, хрустальный череп-то он собрал миллиард. И это финальная часть. И мы нахуй послали Северна Спилберга. Ну, это что, сейчас берет полтора. Как? И как инопланетян. И холодильников, как бы, да. Кстати, интересно, учитывая, если бы они сохранили бы Спилберга, это как-то сработало бы на сборах? Мне кажется, да. Все, конечно, бы захотели посмотреть на это же все. Ну, скорее всего, да. Мне теперь даже стало интересно посчитать, сколько нужно было бы собрать Индиане, чтобы выйти хотя бы в ноль. Если у нас 384 миллиона по Миржу, да, он собрал, правильно? Да. Ну, соответственно, это делим, насколько там общий доход получился. Блядь, мне сложно считать. Не беси на улицу. Мы не узнали, как. Это загадка ушла в никуда. Сумагные кассовые сборы. Это 384, чистая выражка с проката, 173 миллиона. То есть, там, примерно коэффициент 2,22. Ну, и, соответственно, нам не хватает 150 миллионов, нам нужно 155 миллионов. А, нет, прости, 143 миллиона у Индианы Джонса. Умножаем на 2,22, получается 3,17. Короче, Индиане нужно было собрать 700, тогда бы он окупился. Ну, в ноль вышел, скажем так. Нормально, да. Ну, да, но нет. Не в этом мире как бы, не-не-не. А, Марвелом нужно было собрать, сука, очень много, чтобы отбиться. Им нужно было прям реально ярд собирать, судя по всему. Ну, кроме шуток. Ну, первая часть, миллиард был. Ну, да. Да, да, документ уже не работает вообще нигде ни разу. Потому что, не, на удивление, это 750 лямов нужно было собрать, хотя бы. Очень интересно, будет ли отрезвляющим душем вот эти вот бюджеты. Какая, насколько они должны уменьшиться. Типа, все, мы теперь снимаем фильмы не больше 150. Кровь из носу, что хотите, делайте. Не больше 150. Как бы, окей, командные фильмы, типа, там, не знаю, все когда собираются, можно там до 250, 200 увеличить. Но не больше сотки с чем-то. Чтобы это купалось, когда-нибудь. Я думаю, да. То есть, если до ковида хорошие сборы считались в миллиард, то есть, как бы, типа, все, заебись. То сейчас смотрим на главный хит года, это DUNA 2. Иконка. Они собрали под 700 миллионов. И это новый стандарт хороших сборов теперь. Да? Так что, да, чтобы у тебя такие сборы были прибыльными, снимай фильм за 150 плюс-минус. Да, чтобы там, ну, если ты собираешь там 350-400, то ты уже, считай, как бы не проиграл. У тебя уже нету больших этих потерь у нас. Ну, и кто у нас был самый прибыльный? Да. Там два, две новости. Давайте про самые-самые прибыльные пока что поговорим. Самый прибыльный и сюрприз у нас оказались братья Супер Марио в кино. Потому что у них общая прибыль оказалась почти 500-600 миллионов. Собрали, напомню, брать Супер Марио, миллион триста шестьдесят один долларов. Долларов. Рентки дохера. Миллиард. Миллиард, да, миллиард. Миллиард миллионов. Миллиард долларов. У них получился вообще общий доход, включая доходы ТВ-стриминга и прочее-прочее. 960 миллионов. У них был очень скромненький бюджет, напомню, 100 миллионов всего лишь. Маркетинг 150. Это дохера. Но при этом, опять же, это сработало только плюс. Прям очень хорошо. И прочие расходы. И в итоге расходов было 400 миллионов. Много, но прибыль была очень хороша. Прям очень хороша. 560 миллионов. Поздравляем. На втором месте, не сюрприз, тоже Барби. Барби могла бы, наверное, еще более прибыльно казаться, но у них была неибидческая рекламная кампания. Мы все ее помним. 175 миллионов она. Там все было закидано роликами. Там, наверное, маркетологам еще платили большие бабки за то, чтобы они скрывали истинную источность фильма от зрителей. В общем, постарались на ура. И, в принципе, заработали тоже от души. Там забавные пункты, конечно, и там, и там мерч по нулям. Вроде как, да. Но я читал в детлане, там более хитрое объяснение, почему мерч вообще не считается. И он к этому не имеет, к этим фильмам не имеет никакого отношения. Так что нет. И все. Вот. Зато есть там всякие доходы и домашние видео, ТВ-стриминги и так далее. А вот на третьем месте оказался Человек-паутина. Человек-паутина, блин, Человек-паук. Паутина вселенных. У них 320 миллионов у фильма получилось. Ну, да. Поздравляем, опять же. Вот что бюджеты умеренно. Да, я хотел сказать, посмотрите на анимацию Пикса. Типа... Да. Вы слышите меня, бандерлоги? Бюджет мультфильма не должен привлечь... Это превышать 100 миллионов долларов, потому что у Человека-паука он под сотку, да. У этих... У Черепашек-ниндзя тоже под сотку. Блин, у Кунг-фу-панды нынешний он тоже там небольшой совершенно, насколько я понимаю, четвертый. Та же самая история, господи, с Годзилой и Конком, которые такие, а это может быть самая прибыльная часть серии, потому что она, сука, самая практически дешевая. Типа там 130 миллионов стоит. Да, просто трать тебе меньше денег. И все. А на четвертом месте оказалось внезапно Черепашки-ниндзя по грубому тантов. Фильм, который я предполагал, что он, ну, прибыль, конечно, вышла не очень большая, но, в принципе, так оно и было. Но вмешался мерч, и мерч принес 135... 130... 130, по-моему... Да, 5, совершенно верно, миллионов долларов. И в итоге у них общая прибыль за 200 миллионов перевалила. 24 миллиона с половиной. Ну, круто. Все, наверное, хотели купить новое приложение. Короче... Видимо... Ой, я на четвертый, нельзя сжигать. Кукол в клан такой, игровой. А, нормально, кстати, хорошая идея для игрового кусклана. Типа мы еще скупаем все куклы. Еще клявые пункты во всех этих тратах участия в прибыли. Это, видимо, ну, актеры, продюсеры... Да, этот бакенд, который так пресловутно называется. Совершенно. Вот в Барби его было больше всего 175 миллионов, и больше всего его тоже так же было. Да, именно так они на душе наварились. Оппенгеймер, точно так же. А мы знаем, кто, как бы. Да, 175 миллионов за работу это потрачено. Извини, Миш, так это был прикол, когда он пришел к Universal, что они готовы были на все что угодно, чтобы он для них фильм был снимать. Мы такие, типа... Он такой, все раздвиньте на 5 месяцев вперед и на 10 месяцев назад в прошлое, потому что я Кристофер Нолан. На цифры выходим через 3 года. Мне 90 центов с каждого проданного доллара. И такие, как скажешь, Нолан, как скажешь, Кристофер. Еще, опять же, по-моему, Оппенгеймер стоил 90 миллионов. Типа это, как бы... Ну, сотку, да. Ну, сотку, это относительно дешево. Но там зато и маркетинг был до хера. Вложено 170 миллионов у него, хороший еще маркетинг был. Крупный, скажем так. Хороший, нехороший, но крупный. Но в итоге все равно студия оказалась в большом плюсе, 202 миллиона почти. Сейчас, наверное, кто-то сидит такой, «Блядь, если мы этим пидором 175 еще не заплатили, было бы 400 почти». Самое главное, что для Нолана такие актеры, как Роберт Дауни-младший, все остальные, явно они такие, типа, у них нет там чека на 25 лямов. То есть... Наверное, как они получили нормальные гонорары? Может, они еще в прибыли поучаствовали? Да, может, еще в прибыли. Ну, все, я не думаю, что... Ну, конечно, какие-то Ауни, может быть, Келлен Мерф вряд ли. Но сказано было, что, опять же, это Нолан, такая тема. Какие-то награды, может быть, Оскар тоже влияет на... Вот по нему бонусы выдаются, как мы выяснили. И тоже их влияет на оплату актеров в дальнейшем. Так что, ну... Грамотный бюджет, хорошие гонорары. Может быть, товарищи в Marvel, опять же, такие... Мы больше никому не платим, даже супер-мегазвездам, сумасшедшие, там, 25-30 миллионов за фильм. Помнишь, сколько ты получал Крис Хемсфорд за первого Тора? Сосиску в тесте, как бы, вот что ты получал, да. Причем со своей сосиской приходил, а тесто мы делали, тесто мы в Marvel делали. А после Тора «Любви и Грома», конечно, никакие там 25 минут не полагается. Тебе полагается, блин, хуем по лбу, блин. Ну и кроме Хемсфорта, там же не осталось таких звезд, кто должен столько зарабатывать. То есть Роберта Дауни на основных ролях нет, Скарлетт Йоханссон нет. Поэтому, действительно, это можно как повод меньше платить именно актерам. В следующей таблице будет строчка «Хуем пол». В следующем Торе Крис такой, «Я достоин» и вместо молотка ему в лоб попитает. Он такой, судя по всему, нет. Вот что ты достоин, как бы. Хорошо, и у нас и самые прибыльные небольшие фильмы. С бюджетом, видимо, до 50 миллионов. Видимо, а так новости написано. И самые прибыльные у нас, разумеется, оказался кто угодно, кроме тебя, который собрал хорошо 220 миллионов почти, и доходы у него стриминга и домашнего видео были очень приличные, и бюджет 25 лямов всего лишь, простите. Хотя маркетинг 65. Ничего удивительного. Вот, и в итоге он 103 миллиона. Извини, там были маркетинг, которые не купишь ни за какие деньги. Там Сидни Свинни и Глен Пауэлл изображали по-настоящему влюбленных. Суки, блин, говеные, пидорасы. 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 Не то, чтобы я за это болел, но учитывая, по-моему, что Глен Пауэлл и кто-то есть, не знаю, там, жена, не жена, Сидни Свинни такие, типа, милый, милый, это все ради кассы. Не-не-не, мы там милуемся на съемках, но это все потому, что мы хотим, чтобы... Я ему отсосал ради кассы, да. Да, я Сидни Свинни чисто ради денег. Ничего больше. Да, да, да. Ты же любишь дом, в котором мы живем. Да, да, да. Поэтому я выслужен пьё хоть Сидни Свинни, что-то делать. Вот на этой кровати, где я пьёхл Сидни Свинни, купил на деньги за то, что я пьёхл Сидни Свинни. Да, хорошего. Манимекситал Гуд. Ты закончил? Ну, басикер. И, значит, у нас четыре фильма оставшиеся. Это натурально сплошняком ужасники. Ужасники, да. Астрал 5, 92 миллиона. Проклятие Монахини 2, 85 миллионов. Крик 6, 60 миллионов. Восстание Зловещий Тмертый Сол, 46 миллионов. Опаньки. Да, когда на ужасники не надо тратить 300 миллионов, они очень хорошо могут окупаться. Нет, там, опять же, с этими ужасниками самое смешное, это соотношение бюджета самого фильма и маркетинга. Астрал 5, бюджет 16, маркетинг 50. Проклятие Монахини 2, бюджет 38, маркетинг 90. Крик 6, бюджет 33, маркетинг 60. И восстание Зловещий Тмертый Сол, бюджет 15, маркетинг 70. Там вообще пиздец просто. Он тупо в пять раз почти больше, на самом деле. Ну, ничего удивительного. Ну, это работает. То, что деньги даже не потратили на объем производства, можно потом перебухивать в рекламный расход. Все так. Хорошая схема. Хорошая схема. Еще раз обращаемся к отечественным кинопроизводителям. Вот. Ну, вот же. Блядь, ну, вот же. Сложно, сложно. Ну, сложно как бы, да. Надо сюжет придумывать, да? Да. Но тебя Таймая не выпустишь. Хотя можно ужасник про... Не знаю, сделали в свое время же операцию Оверлорд. Да. Про... Зомби нацистов. Не знаю. Черный прапор можно снять уже. Здрасте. Ну, и, Гош. В целом... В целом... В целом... В целом... Профессиональном прокате Смерч 2. Трейлер второй вышел. Ну, так. Али-трейлер. Мега-смерч. Два Смерча превращаются в один мега-смерч. Есть две команды. Одна команда задротов, другая команда ковбоев. Между ними, по сути, нет такого противостояния, как в первой части. Там они друга не переносили. А здесь прямо-таки они научатся вместе работать и... Не знаю. И? И? Все будет хорошо. И, не знаю, уничтожит атомной боеголовкой Мега-смерч. Как это работает? Е-е-е-е. Ну, хороший зрелищный трейлер. Не знаю, насколько это будет прибыльно. Кто сработает ли Star Power Глена Паула и хорошие воспоминания о первой части с Белом Пэксоном и Эллен Ханф. Ну, почему нет? Может быть. Да, выглядит хорошо. Достаточно несерьезно, но относительно глупо, относительно увлекательно. Как там написали в комментариях, во времена, когда можно все делать с помощью дронов, то есть не обязательно самому ехать на машине в смерч. Ну, в этом же весь кайф, видимо. Разумеется, да. Поэтому трейлер нормальный. Кто? Смерч ебнутый? Да, смерч, Глэм Паула, все они ебнутые. Ну, хорошо, он сомнел. Мне в этом смысле этот ролик понравился, потому что оно все такое залихватское прям. Типа, и сейчас практически вот так это вырвало второго. Посмотрим, что будет, конечно, в итоге. Второй трейлер, это, конечно же, тихое место, день первый. Второй трейлер, день первый. Более расширенный ролик. Вполне себе тоже выглядит достаточно напряженно, зрелищно. Вот это вот то, что не было масштаба. Потому что история, первый фильм в каком-то Залупинске происходит, да? В Нижнежопинске, а здесь прямо огромный... Ну, Нью-Йорк, Нью-Йорк же ведь, как бы, да? Меня единственное, что смущает, и почему я этот фильм могу не посмотреть, то, что главная героиня ходит с котиком, а потом котик исчезает по мере прохождения сюжета. Я думаю, что котика могла постигнуть печальная участь. Ну, надеюсь, нет. Я не готов такое смотреть, как бы, нет, ни в коем случае. Жуть. Ну, то есть, мы готовы смириться с потерей, там, не знаю, бати. Да, легко, в жопу батю, как бы, да. Но котика, если только может, а вдруг шипение котика, это излучает какой-то... Звук защиты, защитительную реакцию, да, и... Мурчание, да, да. Мурчание, да, и инопланетяне не могут с этим справиться, и у них взрывается, что у них там взрывается, как бы, да, да. Ну, вообще, котики, они же бегают очень тихо, они на лапках так, ну, потому что у них лапки. Да, да. Да. Так что, может быть, просто его отпустили, потому что так проще. Типа, нас сейчас убьют, а ты, котик, спасись. А это примерно будет уже после апокалипсиса в духе «Любовь и смерть роботы», где все люди к херам подохли, а коты остались, как бы. И это, в принципе, хороший итог для вселенной. Тихое место. Тихое место с котиками. Да. Да, 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 замечательно, да, да. Ну, вообще, ролик, да, нормальный. То есть, непонятно, что будет в самом фильме, потому что меня каждый раз, в общем-то, бесила тупость и грани, на которые в этом мире идут персонажи в плане своих поступков. Ну, мы же должны понимать, Илья, что человек попадает в непредвиденные обстоятельства, да, совершенно, опять же. То есть, у тебя нормальный день, вдруг у тебя сваливаются инопланетяне, и которые убивают тебя из-за любого шороха. Как в этих условиях начинать вести себя адекватно? Нет, слушай, меня как бы устраивает... Допустим, мой любимый момент обеих частей — это вступление второй части, где как раз показан вот этот вот момент предшествия инопланетян, где бодро, динамично, а так инопланетян круто. То есть, вот этот фильм как раз обещает больше такого. Оно нормально. Но когда моменты, там, типа, Киллиан Мёрфи не может пообщаться с маленькой девочкой, типа, потому что она глухонемая, и он там не может ей объяснить вещи, при этом рядом с ними лежат книги, тетрадки, там, ручки. То есть, ты можешь взять вопрос, который у тебя есть в голове, и написать прям, ну вот. Но ради драматичного момента этого не происходит, и я уже, ну не знаю, сижу, верчусь на полыхании своей задницы в такие моменты. Потому что ради драмы фильмы, вот эти обе первые части, они, блядь, очень коверкали какие-то отдельные логические моменты. Даже начало первого Quiet Place уже там было. Да, ради драмы. И вообще, похоже, что этот франчайз, он живёт только вот этим одним днём, когда нападают инопланетяне. Как, например, этот, господи, боже мой, птичий короб. Самое интересное происходит, когда начинается апокалипсис. Поэтому наверняка и можно снимать дальнейшие спин-оффы, только меняя место действия, оставляя время действия то же самое. То есть, например, инопланетяне выпадают в Нью-Йорке. Ну да, всё понятно. Инопланетяне выпадают, нападают, не знаю, в Лос-Анджелесе. Ой, господи, прошу мать. В Лас-Вегасе. А всем похер. Или инопланетяне, которым не повезло высадить в пустыни. Они такие... Они такие, а что? Они такие, ничего не происходит. Все, по-моему, за скорпионами гоняются. Да-да-да-да. Не знаю, какой-нибудь очень... Сходят с ума, ищут миражи. Да-да-да. В Японии. Они такие, что за безумное место? И сами уходят. Да, автомат с женскими трусами? Круто. Потому что они... Потому что они мэ, да, и вот это всё. Я не знаю, как Россия может отличаться от того, что, если они выпадут инопланетяне. Попадает в... Попал в Россию и испился. Не-не-не. Становится министром бароны. Не, попал в... Типа, а это кто такой? Да, типа, я не знаю, кто это. Ну, ладно, стал, значит, стал. Попал в один из посёлков Воркуты и помер, потому что там никого нет. Там всё вымерло давно, на самом деле, и готово. Их мы или посадили, и заставили охранять, да? Видишь, как? Да, да. А то из двух. Он такой, блядь, я воркуталаге. Сука. Ты навигатор-пидорас, куда нас занёс? Инопланетная тварь. В третьем будешь. Куда тебя тут наливать-то, да? Да, да. Да, да. Ну, наверняка, никто будет дальше его развивать, да? День первый, наверняка, не единственных спин-офф. Всё-таки они еще собираются снимать Тихо Место 3. Ну, и что-нибудь еще, ну, в общем, посмотрите. Ну, опять же, ужастик не сильно дорогой, хорошо пошел, как бы, хорошо раскрученный, тоже хорошая схема. И напоминает он, конечно, больше всего, Кловерфилд. Ну, там тоже. Ерк, что-то нападает. Есть еще пару новостей, это, разумеется, то, что Сигурни Ивер может снимать, сняться в Мандалорус игроку. Ну, нормально, женщина снимается. Хорошо, была в «Чужих», теперь запутянутую. Ты бы не выбил. Хорошая новость. Так я там тоже буду в трусиках с такими, не да. Да, я хочу, чтобы Грогу меня... Что? Да, да. Он такой, ну, ваш этот зеленый, он выпрыгивает изнутри. Он как раз подходит, такой... Нет, не так. Так, давайте Грогу, ты мне чужой. Но. Да-да, если кто не в курсе, и Илья напомнил условия Сигурни Ивер сниматься в чужих, мне там были некто количество условий, что она там должна умереть, она должна переспать с чужим, и что-то еще должно с ней произойти, как бы. Там, конечно, переговорили, в конце концов, да, но, тем не менее. А это было бы забавно, что, возможно, вот, поскольку мы ничего не знаем про расу Грогу и Йоды, а вдруг их действительно... Они такие все милые, долгожители, мудрые, а самое ужасное, как они появляются на свет. Может, действительно, они... Вот так вот вы проедете. Да, у них, короче, Грогу хват образуется, да, или Йодохват. Йодохват именно так, да, да. Ммм, сейчас прыгну наружу тебе, что... Ладно, я снимусь в ваших звездных войнах, но я должна там умереть, из-за того, что Грогу из меня, да, вылази. И достаточно интересный проект, мне кажется, это коронизация, ну, интерпретация поэмы Беа Ульф, но главным героем станет Крендель, и его сыграет Джефф Бриджес, при том, что это художественное кино. Я понимаю, если бы это, опять же, была озвучка, но нет. Это игровой фильм, где... Ну, поскольку я понимаю из контекста новости, где Джефф Бриджес сыграет Кренделя, а Дейв Батиста сыграет Беа Ульфа. Окей, пусть себе играет. Окей, хорошо. Просто не, Беа Ульф никогда особо неинтересен. Хорошо, ладно, вы уже поняли. Я всю жизнь клау на Беа Ульф, как бы вижу Беа Ульфа, получи! Саш, кладу на него, керам, по-бу, это был Беа Ульф. Да, да, да. Беа Ульф думал, что он сам... Да, да, извини. Непонятно, что это будет бюджетный, бюджетная драма за 50 миллионов. То есть, я не представляю, в каком жанре они будут выступать. То есть, не блокбастер. Там в новости сказано, что это будет, как бы, изучение чешской натуры от глаз монстр. То есть, сидит монстр, примус подчиняет какие-то уроды, к ним приходят, и чья мы тебе, типа, натянем тебя, он такой, ну и вот. Ну, короче, арт-хаус, арт-хаус на тряснях, а фильм для меня. А помните, он незамечательный мультик, сами косилы снимал, или не забык из, кто снимал. Да-да-да-да-да, там где Анжелина Джули была такая, ух, все золото. Она была ух. Не, ну ту идею, я понимаю, принимаю, а здесь, хрен знает. Там, где, по-моему, с Беульфом, дрался голый, с Крендером дрался голый Беульф. Это ж было, да, я даже не придумал. Я не настолько хорошо живу, Джоли помню, голубя Урфа нет. Не, я помню, на них напал монстры, они мячом тыкали в пахе, оказалось, что у него нет члена, я такие, у него нет члена, как его мочить, нет члена. И я хотел, уговорить, хотел сказать, что они бы членом тыкали. Такой, посмотри, монстры, как выглядит нормальный член, он такой, эээ, не хочу, у меня его нет. Он такой, да. А потом просто начали, давайте, смейтесь над ним, как вы будем. Гоните его. Он бесхерный. И он такой, эээ, мама. Что поделся, садок. У кого-то есть, у кого-то нет. Вся. Вся жизнь. Вся жизнь. Печальная. Вот это драма, я понимаю, да. Вот почему-то такой злой. Это как говорится, это как говорится, ой, мой кошмар, когда я проснулся, у меня не было пениса. Это, если что, отсылка к заряженному оружию, с этим. I'm your worst nightmare. Самый страшный кошмар, я проснулся без хера. Такой, иногда я, сад, твой, самый худший, как второй кошмар. Такой день, Ладно, не будет. Хорошо же. Заряженное оружие, посмотрите. А в итоге, мы по-моему, все обсудили. Все, все, больше новостей нет. Чудесный. Донат. Действительно, есть донат, который, как обычно, от программисты из Шерегеша. Класс. При этом, часто живу в Москве, внутри МКАДа, иногда отключают электричество, давно завел условный не актуально. Правда, для М1 это не актуально. Ну, а насчет для этого самого, если отключают, ну да, наверное, типа, что-нибудь такое купить, которое, либо просто накапливают заряд и отдает его, либо отдает его. Ну, помни, короче. Татично. Хорошо сказал. Все понятно. Короче, Powerbank, который просто... есть же эти, которые, да-да-да, которые дают тебе 5 минут, чтобы ты уже смог успеть выключить и в процессе совершить, прежде чем компьютер. Я сто лет назад купил себе как-то раз за сих пор, сука, в кладовке лежит. Вот именно старый, здоровую хуйню, она зудела, как скотина. Давала не так много времени, я реально купил лет 20 назад. Так до сих пор никуда не делал, она так и лежит, потому что толку в этом ноль. Я, потому что у меня тоже были отключения, и я мне это заебало, что я постоянно там, а мне еще вина была, дешевенький, и которого главное, чтобы было... Вилка, короче. В принципе, посмотреть можно. Если продолжится, конечно, может, не продолжится. Ну да-да-да-да. Почему-то один день, ладно, все похер. Кто-то просидит такой, бляй, кто-то слушает подкаст, сука такая. Он причем ждет, что прошло там час, копеек такой, ебистовая дорожка. От скотина. Лучше на бусе подписывайтесь, как бы, и тогда сможете претензии высказать нам вот лично в чатике, они вот таким хитрым способом. Я лучше всему районному свету буду включать. Так веселее. Окей, хорошо. Все, давай-то накинул. Извини, а может просто я жертву, что кто-то в танчик играет, проебывает. Пошел нахуй. Чем? Я не проиграл этот свет, вырвался туда. Давайте поговорим. Давайте поговорим. Два фильма у нас сегодня, напоминаю, первое министерство не джентльменских тел, от Гая Ричи, который очень хитро вышел, у нас вышел 10-го, помню, да, сначала. На цифре, на цифре, а потом он вышел вот 13-го, то есть сегодня в прокат. Окей, хорошо. Так и бывает. Ну и чё? Мне кажется, что Галь продолжает снимать фильмы на автопилоте. Иногда да. И министерство джентльменских дел это примерно такой чуть больше, лучший автопилот, чем операция Фортуна, чё-то там, чё-то там, здесь, по крайней мере, есть прекрасный Элн Ричсон, который с большим вдохновением режет, пьет и колет, и чё только не делает, немцы только не насилуют, но, видимо, это тоже делает, но это за кадром оставили, хотя могли показать. Но в целом это смотрится как начало сериала. Хорошего, возможно, как бы такой хороший, нормальный пилот про дальнейшее приключение вот этой команды людей, которые... Тут опять же большая заявка на финал, ну и на продолжение, типа, теперь появляется Чечни в конце, теперь вы работаете на меня, вот вам вкусно еда, то, что вы будете работать за еду. Он на уно. Он на уно. Да. Но в целом, знаете, как-то уже привык к тому, что в фильме Гая Ричи, можешь порат выказать, они как-то, ну, там, сапоги, девчонеческий, у него был эффект, типа, ё-моё, какие-то вещи происходят, которые, не знаю, цепляют, или там, то, что ты не видишь, не видел раньше других фильмов, там, ну, этого здесь нету. Ну, такой нормальный кино, ну, нормальный, хороший экшен с привлекательными и харизматичными актерами, но не более того. То есть, нормальный, и всё. У меня к нему ровно два вопроса говорили. Ну, короче, по мне, это тоже нормальный фильм, где нет каких-то крутых замутов, то есть, тут нет крутого экшена, нет каких-то крутых напряжённых моментов, но в целом тут всё равно оно смотрибельное, то есть, актёры ходят, иногда режут, иногда взрывают, иногда стреляют, какие-то разговорные моменты спасают актёры, то есть, отношения Тиля Швайгера и Эйзе Консалес, они нормальные, по мне, то есть, Тиля Швайгер постарел, смотрится прикольно, он бодрячком всё ещё, вот, и оно вот такое, в целом, ровно, на самом деле, я бы, может быть, не то, чтобы посмотрел, что это первая серия сериала, я бы вообще всю эту историю мог бы растянуть, ну, точнее, представляю, растянутый на сезон сериала, где персонажи общаются друг с другом больше, потому что, на самом деле, в связи с тем, что у нас тут три действующих места, это герои плывут на лодке, Эйзе Консалес с партнёром охмуряют немца и подготавливают почту, и у Черчилля политические замуты, то есть, всё это, на самом деле, с нормальными диалогами, с нормальным общением, с нормальными интригами могло бы даже превратиться в большой сериал, но мне вот этого в фильме не хватило, то есть, там есть какие-то два небольших диалога, там, про любовь, они там один раз как-то интересно поговорили, что персонаж Алан Ричсон, он там ещё, говорит, а я любовник, там ещё, вы не знаете, какой я, ну, короче, какая-то словесная перепалка, да, в стиле Гай Ричи, то есть, вот этого нету, и напряжённых моментов тоже особо как-то, нету такого, чтобы как-то герои спасались в последний момент, или как-то что-то было, чтобы постановлено. У них всё более-менее нормально получается, эксцессов нету, когда они идут вставлять. Алан Ричсон помогает. Тут местами вначале есть, когда вот именно они вот двое изображали геев-шведов. Это было слышно. Да, саксоряем, бей живот, и я сказал, килл, 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 большие экшн-писы. Это один... Его много в конце. Он просто, блядь, тёмный нихуя не видно. В этом моя самая главная проблема. Они ночью, последние полчаса... Не-не-не, вот последние полчаса ночью, это прям пиздец. Это вот просто вот нихуя местами не видно. И при том, что он построен примерно одинаково, они ходят в полный рост и стреляют по всем. А немцы пока ещё ничего не понимают, что можно ходить с этими глушителями и по всем стрелять. Нет, в финальном экшне есть нормальный момент, когда, например, там появляется Леголас местный, Алан Ришнсон. Это фильм Алан Ришнсона, как я считаю. Он здесь играет какого-то боевого пидораса. Натурально. Да. Он какой-то гей. Ну и херн с ним. Он самый забавный, самый смешной, самый, извините, в буквы персонаж. На то время, как всё, что они могли сделать с Генри Кевиллом, это надеть на него эсэсовскую немецкую шапку и в плач, потому что ему очень хотелось. Это единственное, чем он выделяется на фоне остальных. Ну это забавненько, и розовый он корчит забавный. Да, и розовый он короче забавный. Но этого маловато. То есть, как-то, если бы было бы больше взаимодействия между персонажами, потому что они как бы, как базис, они все нормальные. Но вот как-то вот их развить, как-то, чтобы они пообщались, как-то повзаимодействовали, вот этого мне не хватило. Тут, опять же, тут действительно никакого развития героев, как-то, опять, личность, их взаимоотношений, ну их нету. Они очень быстро срабатываются, особых конфликтов в команде нету. В принципе, даже, наверное, хорошо, что у них так всё нормально сработано, и у них всё замечательно получают. Бац, всё, как бы, да. План пошёл к пизде, потому что укрепили корабль, они должны были его взорвать, они его украли, как бы, да. И всё. На мой взгляд, у этого фильма, ну, в целом, я согласен, он нормальный. Мне, наверное, даже, честно говоря, больше понравилась операция «Фортуна». По одной простой причине, там было больше моментов, в которых я прям искренне поржал. Вот, то есть... Или даже крутые, в конце, например, когда вот Хью Грант про него... Хью Грант был там забавный, с душем... Там был... Харпин, да, да. Вот там этих моментов хватало, и поэтому для меня «Фортуна» выделилось больше. Здесь оно в целом всё ровненькое, неплохое, местами хихи, местами ха-ха. Но вот, если бы последние, опять же, полчаса не происходили, блядь, при свете дня, наверное, я получу будет заметно больше удовольствия, потому что, ну, это прям-таки капец. Слишком темно. Прям капец как темно. И вообще, местами фильм, такое ощущение, как будто хочет походить на фильмы других режиссёров, а не горячий. То есть, например, вот сцена с, господи, нашим нацистом и женщиной, она вот местами вообще похожа была, как будто из... Бесловных ублюдков пришла. Когда вот она спела, он такой... Она сказала не по-немецки, по-еврейски. Нет, ну, это нормально, слушай, кто-то на чем-то погорел как бы, да. Ну, это... Не-не, я в том плане, что сам, сама, скажем, динамика, что он такой-нибудь подозревает, что ты, наверное, еврейка, она там ха-ха-ха, типа нет, я не еврейка, это забавный сценарь сама по себе была. И вот потом это просто ни к чему не приводит, потому что её арестовали, а потом она взяла, его убила, и всё. Я хотел, чтобы его пытали. Ну, нет, хоть что-то было, реально, чтобы какая-то драма, какое-то напряжение было. Как будто иногда горячий хочет, чтобы здесь что-то было, хотя бы намёк. А потом такой, Опять же, он использует такие приёмы, которые уже такой степени заявившие, например, в момент, когда они пытались историю Самоиза Конзалес стыбзить чемодан, он сейчас останавливает, и такие, о-о-о, случилось преступление, и всё-таки, замерли, и такой, ну, он сейчас скажет, что женщина носит чемодан. Такой, да, фрау, не должна носить чемодан, я такой, это, прежде, это можно считать, что это, конечно, глупая претензия, но это так, что так, насколько степени считывалось, что никакого, опять же, эффекта того, что сейчас у них всё провалится, не создавалось, как бы, можно, конечно, больше Кобедина, но я в этом ничего не мистического не увидел, просто такой, ну, изъезженный труп, который уже в сто раз не был. Зачем у нас здесь непонятно? Более того, то, что у них всё легко происходит, я не имею ничего против, это хорошая идея, это даже свежо, да, в некотором смысле, не через, а вот реально сложная команда, им как-то это, просто, блядь, но местами им сказочно везёт, местами какие-то персонажи скачет на ту-пят, местами ещё что-то там, у кого-то вот обыскали и пистолет не забрали, да, ещё, ну, короче, там куча таких вариантов, им просто сказочно, чудовищно повезло, или ступили враги, или натурально, или просто идут, хуя-хуя всех расстреливают, с магическим, видимо, этим, автоматическим оружием, который стреляет, вот так вот, трассирующим пулей, практически, блядь, тихо, как, сука, вы чужих, на самом деле, таких не существует, насколько я знаю. Есть оправдание то, типа, первый опыт ведения войны спецназа не по-джентльменски, то есть, вот, видимо, до этого не так не бывало, что группа каких-то специалистов в темноте просто ходит и всех тупо убивает, такой, действительно, просто ночью пришел, зарезал, ушел, слушай, так делает, не по-джентльменски совершенно. Ну, спайте мне везет, потому что такой первый спецназ. Ну, да, да, ну, в итоге за этого просто страдает напряженность, какая-то, фильма, ставки гораздо меньше, мы видим, что у них все получается, вот так вышли, пострелять 50 тысяч человек, и поэтому ты за этим, но с таким вот напряжением не следишь. Если бы, если бы кого-то пострелили, если бы, пришлось там как-то яростно утаскивать, да, подстрелить там врагов, еще кое-какого-то же подстрелили, только у тебя большая дина в плече, то есть буквально, там, один раненый, как бы, да, 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 то есть, вот и максимум, это местами, ну, оно недостаточно, смотри, оно недостаточно, зрелищно кровавое, для того, чтобы оправдать такое, супергероичность главных героев, то есть там вообще какой-то массакр творился, пиздец, условно говоря, я даже не знаю, тут опять же вопрос, есть два персонажа запоминающихся, это Генри Кевилл, потому что он Генри Кевилл, и Эллен Риджсон, потому что он в очкручках, он гей, и он всех режет, убивает, и слухом стреляет, все остальные, относительно не запоминают, кто остальные вообще были, один был мужик, которого они спасли, другой какой-то воспитанник персонажа, Генри Кевилла, по-моему, кто там был еще, какой-то, его звали Фрогмен, который там что-то там минировал, и они были совершенно безликие, то есть если бы их начать убивать, такой, о боже, нет, человек, которого мы знаем, ровно пять минут, и нам похуй на него, и из этого пытались бы сделать драму, хорошо, они этого не сделали, но все равно получилось, что просто у главных игр все получается, там одного кого-то ранили, там было смешно, когда в конце уже история заканчивается, да, и, да, главный, вот этот пауэрт оказывается, что Генри Кевилл все это время играл Джеймса Бонда, ээээ, ну да, на титрах пишут, что этим персонажем вдохновлялся, возможно, я времен, когда, да, да, вот по-моему, там самое смешное было, мужика, которого они поймали из плена, что через некоторое время его еще раз поймали, и дохуя пытали, но он ни разу не сломался, гестапо, я такой, вот же жизнь у мужика, от одних заклепок на соски, до других заклепок на соски, как бы, тоже было забавно, когда он такой, может, с оклепки снимешь, такой, а то у меня электрич до сих пор работает, ну вот так совершенно не подает виду, он ведет совершенно спокойно ведет, его не трогают, может ему нравится, он такой, а что у тебя с сиськами, мой друг, такой, ну, меня пытают сейчас, как бы, не могли бы вы их снять, мои дорогие джентльмены, мне сука больно, покажи, что еще на 5, они были подвешены, о, мой дорогой, тебя пронзили мечом, как ты себя чувствуешь, умирай, а ты дура, вот то же самое, Робин Гуд мужчина в трико, обожаю, он тоже карьер снимался, если что, да, да, опять же, рад закарьировался, что его горечь, любит тащить свои, фильмы, в прошлый раз, рад за этого самого, господи, захартнета, что тоже его горечь, любит тащить свои фильмы, вообще, в принципе, до всех рад, персонаж здесь прикольный, оно просто действительно правильно, немножко на втопилоч, вот немножечко, как бы, хотелось бы больше, крутого экшена, может быть, крово, здесь, хороший был, реально экшен, когда вот это, б-б-б-б-б-б-б-б, да, д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д, вот это было прям местами хорошо, от перестрелок просто, я большое удовольствие не получу, они были слишком лайтовый, как будто реально шутер играешь, вот и и вот реально не было последней третьим хорошо не третье четверти фильма наверно вот кромешной тьме 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 я бы заметно больше удовольствия получил и даже сказал бы да это лайтовая не напряженная как операция фортуна плюс-минус мне она нравится неплохо вот хочется конечно больше либо драмы с либо безудержного безумия либо блять диалогов здесь диалоги и им бы быть больше реческими кроме шуток чтобы сидели все таки как они вообще смешные моменты когда не выдавались без агеев может это не выдавал потом когда их первый раз они попались на это господи боже мой на крейсер англичан когда сначала скажу что-нибудь по господи боже мой по шведски непонятно зачем идти на него в кино особенно когда у нас работают наши замечательные лампы может быть как последний третий вообще никого не прощение хера не видно не увидите до от экшена то есть масштаб он будет на большом экране он ничего не приобретет вообще здесь нет ничего такого чтобы никто прошу прощения не катается на песчаном черве ни разу да нет да не вздумайте ни в коем случае смотреть последнюю часть вот где-то хотя бы при малейшем меме киносвет вот реально нихуя не разберете да лучше обязательно все вырубили сидеть самолете потому что иначе это совсем не комфортно как-то так и легонькое кино в целом нормально и мне кажется опять же когда пока еще выходил там не знаю раз лет ну и буду больших экранов делать просто нечего зачем все так хочется верить что они сняли его за 60-70 миллионов и уровня нет ну и буду больших экранов делать просто нечего зачем все так хочется верить что они сняли его за 60-70 миллионов не за больше и думаешь мне почему-то кажется больше тема я стал бы хочется верить что они стали за 670 как бы да и отбились на продажи прав а да нет ты про слушай он недорогой он 60 лямов все они я думаю действительно отлегло от сердца я я уже просто подумал по старой доброй привычке что он опять стоил там сто сто пятьдесят в таком плане такой а то что он не собрал мало похеру все нормально все все покатит это нормально садить на фиксу реком и другому стримингу потратить 50-60 чтобы люди получили такой более меня приличное кино от горяча с звездами этого мне не сильно чека за 250 миллионов сколько там это потратил на гостинга и вот так и вот нормальный кино и ну расскажите тогда про у меня есть обращение к слушателям если вдруг до этого не смотрели трейлеры не читали описание не слушали вдруг первую часть подкаста и просто тыкнули на этот фильм если вы ничего каким-то чудом не знаете про этот фильм smart посмотрите его ничего не зная вот потому что нас здесь такая рекламная кампания например есть фильм barbar у которого есть первая половина фильма и вторая половина фильма его рекламировали через первую половину фильма а фильмы бигейл у него тоже есть первая половина фильма и вторая половина фильма но его рекламировали через вторую половину фильма но у него есть еще первое и на самом деле как бы это не сильно страшно потому что по мне фильм все равно хороший и даже несмотря на то что ты знаешь как бы чему все придет он все равно нормально смотрится там первые там 40-50 минут но конечно если бы они сделали это сюрпризом был бы получше мне сложно сказать мне кажется неправду не получится не получится бы его так продать да если ты не в курсе да это история о том как группа воров погрешает ребенка ребенка ребенок оказывается убийца вампир но при этом они первые 50 минут ищут это то есть они выясняют они думают что убийца спрячется где-то они вы думают что убийца один из них и только мне кажется я прям посмотрел смотрим ровно пол фильма руки хожу ну вот эти учитываешь это опять же это стали товарищи который называет себя радио сайландс да и джессеры которые сняли я иду искать с атомарой венка они сняли два последних крика у них хорошо получается играть с персонажами тут они набрали интересных героев а у них интересны между собой взаимодействие они неплохо друг к друг друга раскрывают а потом когда начинается уже движуха движуха такая замечательно начинается что как-то вот этих 50 минут месяц я не заметил зайти вот так искал 50 минут чтобы не было что скучно учитывая что я нет отличный то есть это не проблема если ты знаешь спойлер просто по мне вот если не считать рекламную кампанию он как бы как фильм сам по себе он рассчитан немного все-таки быть более таинственным но даже даже в связи с тем что это не получилось в связи с рекламной кампании это не страшно потому что он все равно хорош все хорошо сыграли мы собираем замечательная тэн стивенс прекрасен у него отличный персонаж получился который он играет красный сегодня вообще отлично актива сама идея очень рабочий получилось и они даже в конце немножко так расширили мир они даже меня на самом деле они меня удивили потому что да тут вот у всех из дома это не просто типа кровище и экшн ради комиссии короче на самом драму существует персонажей немножко банальненько ну вот если сравнивать даже с министерством не джентльменских дел об драма здесь да не здесь вот как раз есть вот это взаимодействие между персонажами своя маленькая арка то есть здесь есть некоторые интересные повороты например которые не были показаны когда некоторые персонажи ну ладно буду спойлерить когда персонажи дэн стивенсон превращается в вампира и в конце уже дэн стивенс становится как бы главным злодеем и главная героиня приходится работать вместе с эбигейл чтобы его остановить тут например показан очень интересный ранее невиданный образ как человек превращается в вампира когда дэн стивенсона сначала кусают потом дают ему отпить вам вампирской крови чтобы он становился вампиром автоном а потом из него видимо начинает выплескиваться вся кровища через который в нем была то есть фильм в конце он становится супер мега кровавым когда уже начинается уровень гора очень хороший тут совершенно с тобой согласен что например это можно было бы продать как например ну то есть например те же самые закаты до рассвета когда ты вроде как у тебя есть фильм про похищение девочку а потом внезапно на него приходишь ничего не зная это оказывается фильм про вампиров да но самом деле сколько бы людей бы пошло бы смотреть бы на фильм про похищение девочки балерины и совершенно никак не раскрывая что там потом происходит и почему происходит как это можно продать я не совсем уверен что это можно получилось бы и как опять же фильм фильмом хорошо получалось меня удивлять как например с метромофрозой дэна стивенсона стивенсона так и потом когда у главной героини у милиции брейли у нее есть драма то что она была военной потом подсела на морфий бросила своего ребенка у нее есть появилась девочка вот эта девочка вампирша которая страдает из-за того что ее батя вампир условно дракула местный на нее совершенно забивает она просто помогает избавляться от его врагов его криминальной империи я подумал что на самом деле в конце когда опять же милицию барреру укусил дэн стивенс я подумал что о она в конце концов ребенком своим не пойдет она останется с качестве как эрзес мастер для эбигейл но нет убив дэна стивенсона она перестает быть вампирой тут появляется собственно батя если спойлер 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 здесь отлично концерт сыграл появился вампир мэтью гуд мэтью гуд кто не в курсе это азимандия из хранителей тут еще в чем с прикол и смешной что мэтью гуд он снимался вместе с дэном стивенсом в этом английском сериале аристократов даунтон эбби называется да и потом еще и еще он снимался в роли вампира в сериале дисков не вычистое но если вы играет совершенно другого кармасоса очень очень внушительного очень страшного куда лучше он подходит на роль дракулы во вселенной и не выслой с награде будь чем николс кейша своим парадигным так он здесь вообще прекрасно типа а вам бы дамочка я рекомендовал бы съема быть отсюда потому что наступает время обедать в общем и у него что же получилось и там педжон посмотрел свою дочку только по тебе скучал так что нет фильм очень хороший очень забавные местами тут очень много такого черного юмора когда такой а ты сходи и понеси чеснока с кухнетку я привезла такой блять это лук да причем тут много такого пост юмора то есть когда уже мы скажем до насыщены ужастиками и герои начинают вести себя более адекватно или даже иронизировать на ситуации то есть таки бля вампиры существует существует ладно прекращаем удивляться давайте вспоминать как как надо сражаться с вампирами что там нужно там чеснок кресты там колья там они сразу начинают это искать способы и причем делать это довольно таки смешно то есть они прям потом бегут на девочку ее бить она бьет в ответ они потом отпизжены от нее убегают да 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 тут именно есть момент который в трейлере особо не показывается ты не знаешь где заканчивается господи какой-то уровень силы у девочки да она просто она играет с ними как бы как он типа я играю своей едой да все плохие персонажи и каждый раз когда они пытаются что-то сделать поместить ситуацию они не знать как она не отреагирует потому что ну тот же самый момент когда он пытался развести вас книжкой типа and there was nobody типа и не остался никого то есть один стекретят как тут очень хороший вот уровень смеси комедии прям не могу сказать что здесь какой-то есть элемент хоррора есть нету моментов прям таких каких-то страшных здесь есть хороший экшен и интересная постановка хороший юмор хорошие актерские работы вот я больше всего ржал над моментом когда девочка летать летает сразу раскрывать все что она может и опять же например там есть замечательный диалог по то что знаешь чем прикол чтобы научиться всем прикольным вампирским штучкам нужно пожить нужно очень много лет как бы до целом прям таки очень хорошо опять же повторюсь сейчас минимум ужастик просто очень хорошие такой вот развлекательный с элементами хоррора но больше с экшеном и комедии юмор как бы да то есть да всесторонне качественная вещь то есть она хорошо прописано хорошо снята хорошо сыграна то есть там в плане экшена там много хороших моментов когда там зеркало использовали свет использовали там когда девочка пока лакона с помощью танца ну как бы овладела другой героини короче говоря кстати дадим сам сама девочка она очень хорошая то есть она прям реальность и но этой вот кошки-мышки где девочка трехсотлетний вампир все-таки с мозгами немного девочки с мозгами немного трехсотлетнего существа которые действительно очень хорошо отыгрывает то беззащитное существо то кто-то кого-то кто там ну действительно представляет угрозу может злиться то есть например когда они наконец-то начали ну почти ее побеждать и там усыплять ну вы пидоры я вам все тут и бабушки подрывая в крови вашей искупаюсь как бы да 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 то есть она прям очень хорошо показывает злость там или когда они там в конце начали сотрудничать такая там мне не победить без тебя то есть прям тоже отлично юная актриса ну например там появился ее батя начал на милису брену на и герой начал типа чувствую кровь твою вкусненькая такая папа тебя ебало очень хорошо прямо вот я честно говоря ждал ты берега только хорошего ну потому что эти товарищи из радио сайлентс да у них тут и я иду искать и и крик как ними относиться не были они удачные куча реализации так и здесь это как например опять же я иду искать это тоже похоже как бы это как бы такое кривое отражение в зеркале там у нас была девочка самара уфинг в белом который от всех прятался на нее все охотились да а есть получается на борт группа дебила за которым бегает маленькая девочка то есть полностью перевернули вот эти правила игры предыдущего фильма тоже сработал тоже запутать помещение да конечно нету эффекта того что в конце концов действительно ли заключали их семья договор с это 0 и не заключала здесь тоже есть некоторые интересные половине они типа кто это все творит и накачается все тоже кровавыми фонтанами зрелищными очень хорошее кино прямо вот смотрите бегел как кажется вот думаю что не пожалеете конечно мы конечно много чего наговорили что может испортить удовольствие но все равно визуально кто такой я собирался рассказали все равно там может не передадим спектр эмоций который там видишь что-то девочка тварь не просто там все очень визуально хорошо показано и сыграл и бигейл прям таки обидно что они сильно много собрала печальника не помните бежать не самых маленьких как раз там то что под 40 50 828 до 28 а ну потому что нормально хотелось бы чуть как бы расширение этого мира с тем ну сам мы тягу давали вампира прямо вот и сделайте что-нибудь еще интересное хочется ну насчет расширения мира не знаю но вот эти два два режиссера вот по мне они делают уже 4 хороший ужастик разговоры про этот про я иду искать 2 идут то есть там они под другого хотят найти сценарий что они придумали для продолжения но вот можно не читал и бил 2 можно сделать просто что приключение девочки и батя ну посмотрим так что вот хороший кину я бы ему там не знаю серебряную медаль легкую там как бы она стоит того золото конечно нет новую серебру но все здесь теперь бегать немножко получше конечно безумный макс как много ярости но кто не кто не получше но куфуриозе пересмотрите зачем хорошее кино блять не хорошее кино можно и пересмотреть мы сейчас пересмотрим такие узнаете может быть вообще с медалью поддрогнулись и да ну ведь и на шпуне знаете как ночь музея 2 заиграл новыми красками именно так да вы пересматривали ночь музея 2 нет нет зачем ржали когда вышли знаем что он совершенство как в отличие от истерички вот серьезно как бы просто огоготали вовсю дурь там до метро шли 20 минут ржали не надо вот это уже не вернуть зачем приятные воспоминания да да так что обойдемся как нибудь а все получается да да все все так ну чудесно тогда вот что мы там посмотрим то что говорил что у нас выходит азву хоккадер ленты выходят ну если мы захотим посмотреть да драму тростровичком стендере мы захотим наверно как бы станис каскадер и и да а пацан против всех через неделю на цифре пойду какой хер не выйти в кино сейчас действительно ну тогда все тогда нам осталось поблагодарить людей которые нас поддерживают на бусте . слэш лазер-шоу это дружелюбный сосед свиньи пепла и некомпланерная личность клуб поклонников кузьмина хер тебе в жопу сраный урод алексей пазников алишер курбанов василий маркин обычная черепашка ниндзя группа вконтакте если сцена после титров дядя баир собака хадараха собака хадараха блин вадим н во славу бодианство и против всякой херни секир турум муакачо владимир 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 косатый дуэйн фулбот джонсон хорошо неплохо лев лев не черных и на актер мус театра кино озвучки мамки инвестор константин будов константин михаил допаляются в дни дмитрий шефтилович древока котик 541 мерзок юра прав слава джексус борис ковалев артов фарта артем черепанов алексей красных пермский трамвайчик или шатбай никита александрович тряпичкин вистория утрет биба берг и не жузьмин папа принцессы леи хроники свинарни миш ган хоррорейн энди white серж добрый и новые фоги феликс и другой иван рыбаков спасибо всем спасибо большое что слушайте поддерживаться до кошки то что ты пока пока джексус а